Ворона и лиса Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна, Но только все не впрок, И в сердце льстец всегда тыщет уголок. Вороне где-то бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, Позавтракать было совсем уж собралась. Да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит И говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки Рассказывать так право сказки, Какие перушки, какой носок. И верно, ангельский быть должен голосок. Стой, Светик, не стыдись, Что ежели, сестрица, при красоте такой И петь ты, мастерица, Ведь ты б у нас была царь-птица. Вещуньина с похвал вскружилась голова, От радости в забу дыхание сперла, И на приветливые лисицыны слова Ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Дуб и трость С тростинкой дуб однажды в речь вошел. Поистине роптать ты вправе на природу, Сказал он. Воробей, и тот тебе тяжел. Чуть легкий ветерок подернет рябью воду, Ты зашатаешься, начнешь слабеть, И так нагнешься сиротливо, Что жалко на тебя смотреть. Меж тем, как наравне с Кавказом горделиво, Не только солнце я препятствую лучам, Но, посмеваяся и вихрем, и грозам, Стою и тверд, и прям, Как будто б огражден ненарушимым миром. Тебе все бури, Мне все кажется зефиром. Хотя б уж ты в окружности росла, Густою тенью ветвей моих покрытой, От непогод бы я быть мог тебе защитой. Но вам в удел природа отвела Брега бурливого эолова владенья. Конечно, нет совсем у ней о вас роденья. Ты очень жалостлив, Сказала трость в ответ. Однако не крушись, Мне столько худо нет. Не за себя я вихрей опасаюсь, Хоть я и гнусь, Но не ломаюсь. Так бури мало мне вредят, Едва и не более тебе не грозят. То правда, Что еще доселе их свирепость Твою не одолела крепость, И от ударов их ты не склонял лица. Но подождем конца, Едва лишь эта трость сказала, Вдруг мчится с северных сторон, И с градами с дождем Шумящий аквилон. Дуб держится, К земле тростиночка припала, Бушует ветер, Удвоил силы он, Взревел И вырвал с корнем вон Того, Кто небесам Главой своей касался И в области теней Пятою упирался. Музыканты Сосед соседа звал Откушать, Но умысел другой тут был, Хозяин музыку любил И заманил к себе Соседа певчих слушать. Запели молодцы, Кто в лес, Кто под рова, И у кого что силы стало. В ушах у гостя затрещала И закружилась голова. Помилуй ты меня, Сказал он с удивлением, Чем любоваться тут? Твой хор Горланит вздор. То правда, Отвечал хозяин с умилением, Они немножечко дерут. Зато уж в рот Хмельного не берут, И все с прекрасным поведением. А я скажу, По мне уж лучше пей, Да дело разумей. Ворона и курица Когда смоленский князь, Против удерзости Искусством вооружась, Вандалом новым Сеть поставил, И на погибели Москву оставил, Тогда все жители Малый и большой Часа не тратя Собрались, И вот из стен Московских поднялись, Как из улья Пчелиный рой. Ворона с кровлей Тут на эту всю тревогу Спокойно, Чистя нос, Глядит. А ты что ж, Кумушка, В дорогу? Ей с возу Курица кричит. Ведь говорят, Что у порогу Наш супостат. Мне что до этого Задело? Вещунья ей в ответ. Я здесь останусь смело, Вот ваши сестры Как хотят. А ведь ворон Не жарят, Не варят? Так мне с гостьми Не мудрено ужиться, А может быть, Еще удастся поживиться Сырком Или косточкой Или чем-нибудь. Прощай, хохлаточка, Счастливый путь. Ворона подлинно осталась, Но вместо всех поживок ей, Как голодом морить Смоленский стал гостей, Она сама к ним В суп попалась. Так часто человек В расчетах слеп и глуп, За счастьем, кажется, Ты по пятам несешься, А как на деле С ним сочтешься, Попался, Как ворона в суп. Ларчик Случается нередко нам И труд, и мудрость Видеть там, Где стоит только догадаться, За дело просто взяться. Кому-то принесли От мастера ларец. Отделкой, чистотой Ларец в глаза кидался, Но всякий ларчиком Прекрасным влюбовался. Вот входит в комнату Механики мудрец. Взглянув на ларчик, Он сказал, Ларец секретом. Так, Он и без замка, А я берусь открыть. Да-да, Уверен в этом. Не смейтесь так Из-под тишка. Я отыщу секрет И ларчик вам открою. В механике И я чего-нибудь достою. Вот за ларец Принялся он, Вертит его со всех сторон, И голову свою ломает, То гвоздик, То другой, То скобку пожимает. Тут, глядя на него иной, Качает головой, Те шепчутся, А те смеются меж собой. В ушах лишь только отдается. Не тут, Не так, Не там. Механик пусть рвется. Потел, потел, Но, наконец, устал, От ларчика отстал. И как открыть его, Никак не догадался. А ларчик Просто открывался. Лягушка и вол Лягушка, На лугу увидевший вола, Затеяла сама В дородстве с ним сравняться. Она завистлива была. И, ну, топорщица, Пыхтеть и надуваться. Смотри, как вакушка. Что, Буду ли я с него? Подруга говорит. Нет, кумушка, Далеко. Гляди же, Как теперь Раздувись я широко. Ну, Каково? Пополнилась ли я? Почти что ничего. Как теперь? Все то ж. Пыхтела, Да пыхтела, И кончила моя затейница на том, Что, не сравнявшись с волом, С натуги лопнула И окалела. Пример такой на свете не один. Не диво ли, Когда жить хочет мещанин, Как именитый гражданин, А сошка мелкая, Как знатный дворянин. Разборчивая невеста Невеста-девушка Смышляла жениха. Тут нет еще греха. Да вот что грех. Она была спесива. Сыщей жениха, Чтоб был хорош, Умен, И в лентах, И в чести, И молод был бы он. Красавица была немножко прихотлива. Ну, чтобы все имел. Кто ж может все иметь, Еще и то заметь, Чтобы любить ее, А ревновать не сметь. Хоть чудно, Только так Была она счастлива, Что женихи, Как на отбор, Признатные Катили к ней на двор, Но в выборе ее И вкус, И мысли тонки. Такие женихи Другим невестам Клад, А ей они, На взгляд, Не женихи, А женишонки. Ну, как ей выбирать Из этих женихов? Тот не в чинах, Другой без орденов, А тот бы и в чинах, Да жаль, Карманы пусты. То нос сырок, То брови густы. Тут этак, Там не так, Ну, не придет никто По мысли ей никак. По смолкой женихи Годка два перепали, Другие новых свах заслали, Да только женихи Середней уж руки. Какие простаки, Твердит красавица, По них ли я невеста? Ну, право, Их затеи неуместа, И не таких я женихов С двора с поклоном проводила. Пойду ли я За кого из этих чудаков? Как будто Я б себя За мужеством торопила. Мне жизнь деческа Ничуть не тяжела, День весела, И ночь Я право сплю спокойно, Так замуж кинуться Ничуть не непристойно. Толпа и это уплыла. Потом отказы слыша те же, Устали женихи Навертываться реже. Проходит год, Никто не идет. Еще минул годок, Еще уплыл год целый, К ней свах Никто не шлет. Вот наша девушка Устала девой зрелой, Зачнет считать своих подруг, А ей считать Большой досуг. Та замужем давно, Другую сговорили, Ее как будто Позабыли. Закралась грусть В красавицыну грудь. Посмотришь, Зеркало докладывать ей Стало, Что каждый день, А что-нибудь Из прелести ее В лихое время Крало. Сперва Румянца нет, Там живости в глазах, Умельные ямочки Пропали на щеках, Веселость, Резвости Как будто Ускользнули, Там волоска Два-три Седые Проглянули, Беда Со всех сторон. Бывало без нее Собрание Непрелестно, От пленников ее Вкруг ней Бывало тесно, А ныне Ах! Ее зовут уж На Бостон, Вот тут Спесивица Переменяет Тон, Рассудок Ей велит За мужеством Поторопиться, Перестает Она гордиться, Как коса На мужчин Девица Не глядит, А сердце Ей За нас Всегда Свое Твердит, Чтоб В одиночестве Не кончить Веку, Красавица Пока Совсем Не отцвела, За первого, Кто к ней Присватался, Пошла И рада, Рада уж была, Что вышла За калеку. Парнац Когда из Греции Вон выгнали богов И померянам Их делить поместье стали, Кому-то и Парнац Тогда Отмежевали. Хозяин новый Стал пасти на нем Осло. Ослы Не знаю, Как-то Знали, Что прежде Музы Тут Живали И говорят, Недаром Нас Пригнали На Парнац. Знать Музы Свету Надоели И хочет Он, Чтоб Мы Здесь Пели. Смотрите же, Кричит Один, Не унывай, Я Затяну, А вы Не отставай. Друзья, Робеть Не надо, Прославим Наше Стадо И громче Девяти Сестер Подымем Музыку И свой Составим Хор. А чтобы Нашего Не сбили С толку Братства, То заведем Такой Порядок Мы у Нас. Коль Нет В чьем Голосе Ослиного Приятства Не принимать Тех Напар Нас. Одобрили Ослы Ослова. Красно Хитро Сплетено Слово. И новый Хор Певцов Такую Дичь Занес, Как будто Тронулся Обоз, В котором Тысяча Немазанных Колес. Но чем Окончилось Разно Красиво Пенье? Хозяин, Потеряв Терпенье, Их Всех Загнал С Парнасов Хлев. Мне Хочется Невеждам Него Гнев, Весьма Старинное Напомнить Мнение, Что если Голова Пуста, То Голове Ума Не Предадут Места. Оракул. В каком-то Капище Был Деревянный Бог. И Стал Он Говорить Пророчески Ответы И Мудрые Давать Советы, Зато От Головы До Ног Обвешен И Сребром И Златом. Стоял В Наряде Превогатом, Завален Жертвами, Мольбами Заглушен, И Фимиамом Задушен. В Оракула Все Верят Слепо. Как Вдруг О Чудо, О Позор! Заговорил Оракул Вздор, Стал Отвечать Нескладно И Нелепо, И Кто К нему Зачем Не Подойдет, То Молвит, То Соврет. Но Так, Что Всякий Дивовался, Куда Пророчески В нем Дар Дивался. А Дело В том, Что Идол Был Пустой, И Саживались В нем Жрецы Вещать Мирянам. И Так, Пока Был Умный Жрец, Кумир Не Путал Враг. А Как Засел В него Дурак, То Идол Стал Болван Болваном. Я Слышал Правда Ль, Будто Встарь Судей Таких Видали, Которые Весьма Умные Бывали, Пока У них Был Умный Секретарь. Роща И Огонь С Разбором Нов Нов Нет Огонь Мой Чуть Горит И Ведя Свой Конец Так Роща Говорит. Скажи Мне, Роща Дорогая, За что Твоя Так Участь Жестока, Что На Тебе Не Видно Ни Листка И Мерзнешь Ты Совсем Нагая. Затем, Что Вся В Снегу, Зимой Ни Зеленеть, Ни Цвесть Я Не Могу Огню Так Роща Отвечает. Бездельца Огонь Ей Продолжает. Лишь Подружись Со Мной, Тебе Я Помогу. Я Солнцев Брат И Зимнюю Порою Чудес Не Меньше Солнца Строю. Спроси В Теплицах Об Огне Зимой, Когда Кругом И Снег И Вьюга Веет, Там Все Или Цветет Или Зреет, А Все За Все Спасибо Мне. Хвалить Себя Хоть Не Пристало И Хвостовства Я Не Люблю, Но Солнцу В силе Я Никак Не Уступлю. Как Здесь Оно Спесиво Не Блистало, Но Без Вреда Снегам Спустилось На Ночлег, А Около Меня Смотри, Как Тает Снег. Так Если Зеленеть, Желаешь Ты Зимою, Как Летом И Весною, Дали У себя Мне Уголок. Вот Дело Слажено, Уж В роще Огонек Становится Огнем, Огонь И Дремлет Бежит По Ветами Сучкам, Клубками Терный Дым Несется К Облакам, И Пламя Лютое Всю Рощу Вдруг Объемлет. Погибло Все В Конец, И Там, Где В Знойны Дни Прохожий Находил Убежище В Тени, Лишь Обгорелые Пеньки Стоят Одни. И Нечем Удивиться, Как Дереву С Волк И Ягненок Усильного Всегда Бессильный Виноват, Тому В истории Мы Тьму Примеров Слышим, Но Мы Истории Не Пишем, А Вот О Том, Как В Баснях Говорят. Ягненок В Жаркий День Зашел К Ручью Напиться, И Надо Б Наш Беде Случиться, Что Около Тех Мест Голодный Рыскал Волк. Ягненка Видит Но Делу Дать Хотя Законный Вид И Толк Кричит Как Смеешь Ты Наглец Нечистым Рылом Здесь Чистое Мутить Питье Мое С Песком И С И И С И Задерзость Такову Я Голову С Тебя Сорву. Когда Светлейший Волк Позволит Осмелюсь Я Донесть, Что Ниже По Ручью От Светлости Его Шагов Я Настопью И Гневаться Напрасно Он Изволит Питья Мутить Ему Никак Я Не Могу Поэтому Я Лгу Негодный Слыхан Аль Такая Дерзость В Свете Да Помнится Что Ты Еще В Запрошлом Лете Мне Здесь Как То Нагрубил Я Этого Приятеля Не Забыл Помилуйте Мне Еще И От Роду Нет Году Ягненок Говорит Так Это Был Твой Брат Нет Братьев У Меня Так Это Кум И Свад И Сом Кто Нибудь Из Вашего Ж Роду Вы Сами Ваши Псы И Ваши Пастухи Вы Все Мне Зла Хотите Если Можете То Мне Всегда Вредите Но Я С Тобой За Их Разведаюсь Грехи Ах Я Чем Виноват Молчи Устал Я Слушать Досуг Мне Разбирать Вины Твои Щенок Ты Виноват Уж Тем Что Хочется Мне Кушать Сказал И В темный Лес Ягненка Поволок Обезьяны Когда Перенимать С умом Тогда Не чудо И Пользу От Того Сыскать А Без Ума Перенимать И Боже Сохрани Как Худо Я Приведу Пример Тому Из Дальних Стран Кто Обезьян Видал Те Знают Как Жадно Все Они Перенимают Так В Африке Где Много Обезьян Их Стая Целая Сидела По Сучьям По Ветвям На Дереве Густом И Ловца Украдкой Углядела Как По Траве В Сетях Катался Он Кругом Подруга Каждая Тут Тихо Толк Подругу И Шепчут Все Друг Другу Смотрите Ка На Удальца Затеям У него Так Права Нет Конца То Кувыркнется То Развернется То Весь В комок Он Так Сберется Что Не Видать Ни Рук Ни Ног Уж Мы На Все Не Мастерицы А Этого У Нас Искусство Не Видать Красавицы Сестрицы Не Худо Бы Нам Это Перенять Он Кажется Себя Довольно Позабавил А Вот Ведет Тогда Мы Тот Час Глядь Он Подлинно Ушел И Сети Им Оставил Что Ж Говорят Они И Время Нам Терять Пойдем Ка Попытаться Красавицы Сошли Для Дорогих Гостей Разослано Внизу Примножество Сетей Ну В них Они Кувыркаться Кататься И Кутаться И Завиваться Кричат Визжат Веселье Хоть Куда Да Вот Беда Когда Пришло Из Сети Выдираться Хозяин Между тем Встерег И Видя Что Пора Идет К гостям С мешками Они Чтоб Наутек Да Уж Никто Распутаться Не мог И Всех Их Побрали Руками Синица Синица Из Первых С ложками Явились К берегам Чтоб Похлебать Ухи Такой Богатой Какой Где Откупщик И Самый Тороватый Не Дадовал Секретарям Толпяться Чуду Всяк Заранее Делиться Молчит И На море Глаза Уставя Ждет Лишь Изред Клиной Шепнет Вот Закипит Вот Тотчас Загорится Не Тут То Море Не Горит Кипит Ли Хоть И Не Кипит И Тем Ж Кончились Затеи Величавы Синица Со Стыдом Свояси Уплыла Наделала Синица Славы А Море Не Зажгла Примолвить К речи Здесь Годится Но Ничего Не Трогая Лица Что Делом Не Сведя Конца Не Надобно Хвалиться Осел Когда Вселенную Юпитер Населел И Заводил Различных Тварей Племя То И Осел Тогда На Свет Попал Но Сумыслы Или Имея Дел Беремя В Такое Хлопотливо Время Тучегонитель Оплошал А Вылился Осел Почти Как Бел Камал Осла Никто Почти Не Примечал Хоть Спеси Никому Осел Не Уступал Ослу Хотелось Бы Подвеличаться Но Чем Имея Рост Такой И В Свете Стыдно Показаться Пристал К Юпитеру Осел Спесивый Мой И Росту Стал Просить Большого Помилуй Говорит Как Можно Эта Смесь Львам Барсам И Слонам Везде Такая Честь Притом С Великого И До Меньшого Все Речь О них Лишь Да О них За Что Ж Кослам Ты Столько Лих Что Им Честей Нет Никаких На Вослах Никто Ни Слова А Если Б Ростом Я Стеленка Только Был То Спеси Бы Со Львов Из Барсов Я Позбил И Весь Бы Свет О Мне Заговорил Что День То Снова Осел Мой Тож Зевес Упел И До Того Надоел Что Наконец Моление О Слова Послушался Зевес И Стал Осел Скотиной Превеликой А Сверх Того Ему Такой Дан Голос Дикой Что Мой Ушастый Геркулес Пораспугал Была Весь Лес Что То За Зверь Какого Роду Чай Он Зубаст Рогов Чай Нет Числа Ну Только И Речей Пошло Что Про Осла Но Чек Все Кончилось Не Мину И Году Как Все Узнали Кто Осел Осел Мой С глупостью В пословицу Вошел И Нашли Ушвозят Воду В пародии В чинах Высокость Хороша Но Что В ней Прибыли Когда Низка Душа Мартышка И Очки Мартышка К старости Слаба Глазами Стала А у Людей Она Слыхала Что Это Зло Еще Не Так Большой Руки И Стоит Завести Очки Очков С пол Дюжины Себе Она Достала Зерти С очками Так И Ссяк То К теме Их Прижмет То Их На хвост Нанижит То Их Понюхает То Их Полижет Очки Не Действует Никак Чфу Пропасть Говорит Она И Тот Дурак Кто Слушает Людских Всех Враг Все Прочки Лишь Мне Налгали А Проку Наволос Нет В них Мартышка Тут С досадой И С печали А Камень Так Хватило Их Что Только Брызги Засверкали К Несчастью Тоже Бывает У Людей Как Неполезна Вещь Цены Не Зная Е Невежда Про Нее Свой Толк Все К Худу Клонит А Ежели Невежда Познать Ней Так Он Е Еще И Гонит Два Голубя Два Голубя Как Два Родные Брата Жили Друг Без Друга Они Ели И Не Пили Где Видишь Одного Другой Уж Верно Там И Радость И Печаль Все Было Пополам Не Видели Они Как Время Пролетало Бывало Грустно Им А Что Что Пользы Друга Дома Дома Милый Мой Ну Нам Ведь Весело С Тобой Куда Жи Тебе Лететь Не Разумею А Я Так Без Тебя Совсем Осиротею Всюки Да Коршуны Да Громы Только Мне Казаться Будут И Во Сне Все Стану От Тобой Бояться Несчастья Чуть Тучка Лишь Над Головой Я Буду Говорить Ах Где То Братец Мой Здоров Ли Сыт Ли Он Укрыт Ли От Ненастья Растрогала Речи Эта Голубка Жаль Братца Да Лететь Охота Велика Она И Рассуждать И Чувствовать Мешает Не Плачь Мой Милый Так Он Друга Утешает Я На Три Дня С Тобой Не Больше Разлучусь Все Наскоро В пути Замечу На Полете И Осмотрев Что Есть Диковин Не На Свете Под Крылыш Как Дружку Назад Я Ворочусь Тогда То Будет Нам О Чем Поверь Словечка Я Вспомню Каждый Час И Каждое Местечко Все Расскажу Делай Обычий Ли Какой Или Где Какой Я Видел Дива Ты Слушай Меня Представишь Все Так Живо Как Будто Сам Летал Ты По Свету Я Поцеловались Простились И Расстались Вот Странник Нас Летит Вдруг Встречу Дождь И Гром Под Ним Как Океан Синеет Стеет Кругом Где Деться К счастью Дуг Сухой В глаза Попался Кое Как Угнездился Прижался К нему Наш Голубок Но Не От Ветру Он Укрыться Тут Не Мог Не От Дождя Спастись Весь Вымок И Продрог Утих Помал Угром Чуть Солнце Просияло Желание Позывать Бедняжку Дали Стол Встряхнулся И летит Летит И Видит Он В заглушке Под леском Рассыпана Пшеничка Спустился В сети Тут попалась Наша Птичка Беды Со Всех Сторон Трепещется Он Рвет Бьется По Счастью Сеть Старат Кой Как Ее Прорвал Лишь Ножку Вывихнул Да Крылышко Помял Но Не До Них Он Прочь Без Памяти Несется Вот Мечтнику достался на обед. Местел наш голубь милый, вниз камнем ринувшись, прижался под плетнем. Но тем еще не кончилось на нем. Одна беда всегда другую накликает. Ребенок черепком наметив голубка, сей возраст жалости не знает, швырнул и раскроил висок у бедняка. Тогда-то странник наш с разбитой головою, с попорченным крылом, с повиснутой ногою, кляня охоту видеть свет, поплелся кое-как домой без новых бед. Счастлив еще, его там дружба ожидает. К отради он своей, услуги лекаря и помощь видит в ней. С ней скоро все беды и горе забывает. О, вы, которые объехать свет вокруг, желанием горите. Вы эту басенку прочтите, и в дальний путь такой пускайтесь не вдруг. Чтоб не сулила вам воображение ваше, но верьте, той земли не сыщите вы краше, где ваша милая или где живет ваш друг. Первонец Полезно ли просвещение? Полезно, слова нет о том. Но просвещением зовем. Мы часто роскоши прельщения и даже нравов развращения. Так надо б на гораздо разбирать, как станешь грубости, кору с людей сдирать, чтоб с ней и добрых свойств у них не растерять, чтоб не ослабить дух их, не испортить нравы, не разлучить их с простотой и давшей только блеск пустой. Бесславия не навлечем вместо славы. Об этой истине святой Приважных бы речей на целу книгу стало. Да важно говорить не всякому пристало. Так с шуткой пополам Я басней доказать ее намерен вам. Мужик простак, как и свезде немало, Нашел червонец на земли. Червонец был запачкан из пыли. Однако шпятаков, Пригоршни трои, Червонца на обмен крестьяне удают. Постой же, думает мужик, Дадут мне вдвое. Придумал, Кое-что я такое, Что у меня его с руками оторвут. Тут, взяв песку, Дресвы и мелу, И, натолокши кирпича, Мужик мой приступает к делу, И со всего плеча Червонец о кирпич он точит, Дресвой дерет, Песком и мелом трет, Ну, словом, так, как жар Его поставить хочет. И подлинно, как жар, Червонец заиграл, Да только стало, В нем весу мало, И цену прежнюю Червонец потерял. Троеженец Какой-то греховодник Женился от живой жены Еще на двух. Лишь до царя о том донесся слух, А царь был строг и неохотник Таким соблазном потакать. Он многоженца Вмиг велел под суд Отдать И выдумать ему Такое наказание, Чтоб страх Привезть народ. И покуситься бы Никто не мог Вперед На столь большое Злодеяние. А коль увижу де, Что казнь ему мала, Повешу тут же Всех судей Вокруг стола. Судьям худые шутки, В холодный пот Кидает их боязнь. Судьи толкуют Трое сутки, Какую бы выдумать Преступнику им казнь. Их есть и тысячи, Но опытами знают, Что все они людей От зла не отучают. Однако ж, Наконец, Их надоумил Бог. Преступник призван в суд Для объявления Судейского решения, Которым с общего суждения Приговорили Жен отдать ему Всех трех. Народ суду Такому изумился И ждал, что царь велит Повесить всех судей. Но не прошло Четырех дней, Как троеженец Удавился. И этот приговор Такой наделал страх, Что с той поры На трех женах Никто В том царстве Не женился. Орел и Куры Желая светлым днем Вполне налюбоваться, Орел Под небесью летал И там гулял, Где молнии Родят. Спустившись Наконец Из облачных Вышин, Царь-птица Отдыхать Садится на Авин. Хоть это Для орла На сесток Незавидный, Но у царей Свои причуды Есть. Быть может, Он хотел Авину Сделать честь, Или не было Вблизи Ему по чину Сесть Ни дуба, Ни скалы Гранитной. Не знаю, Что за мысль, Но только что Орел Немного Посидел. И тут же На другой Авин Перелетел. Увидя то, Пхохлатая Наседка Толкует Так Своей Кумой. За что Орлы В чести Такой? Неужели За полет, Голубушка Соседка? Ну, Право, Если захочу, С Авина На Авин Я клею Лечу. Не будем Живперед Такие Дуры, Чтоб Почитать Орлов Знатнее Нас. Не больше Нашего У них Ни ног, Ни глаз. Да ты же Видела Сейчас, Что повезло Они летают Так, Как куры. Орел Ответствует Наскуча Здором Тем. Ты Право, Только Не совсем. Орлам Случается И ниже Кур Спускаться, Но Курам Никогда До Облак Не Подняться. Когда Таланты Судишь Ты, Считать Их Слабости Трудов Не трать Напрасно, Но Чувствуя, Что В них И Сильно И Прекрасно, Умей Различные Их Постигнуть Высоты. Лягушки Просящие Царя Лягушкам Стало Неугодно Правление Народно И Показалось Им Совсем Неблагородно Без Службы И на Воле Жить. Чтоб Горю Пособить, То Стали У Богов Царя Они Просить. Хоть Слушать Всякий Вздор Богам Бы Несродно, На сей Однако Раз Послушал Их Зевест. Дал Им Царя Летит К ним С умом Царь С небес И Плотно Так Он Треснулся На Царство, Что Ходенем Пошло Тресина Государства. Со Всех Лягушки Ног И Шепотом Царю По кельям Дивовались. Кто Как Успел, Куда Кто Мог И Подлинно, Что Царь Надива Был Им Дан Не Сует Лит Не Вертопрашен Тепенен Молчабель И Важен Дородством Ростом Великан. Ну Посмотреть Так Это Чудо! Одно В Царе Лишь Было Худо. Царь Этот Был Осиновый Чурбан. Сначала Читая его Особу Превысоку Не Смеет Подступить Из Подданных Никто Со Страхом На него Крошат Они И То Украдкой Издали Сквозь Айр И Осоку. Но Но Так Как Свете Чуда Нет Которому Б Не Пригляделся Свет То И Они Сперва Страху От Потом Полз С Преданностью Дерзнули Сперва Перед Царем Ничком А Там Кто Посмелей Дай Сесть К Нему Бочком Дай Попытаться Сесть С Ним Рядом А Там Которые Еще Поудалей К Царю Садятся Уши Задом Царь Терпит Все По Милости Своей Немного Погодя Посмотришь Кто Захочет Тот На Него И Вскочит В Три Дня Наскучило С Таким Царем Житье Лягушки Новое Человек Битье Чтоб Им Юпитер В Их Болотную Державу Дал Подлинно Царя На Славу Молитвам Теплым Их Внем Ля Послал Юпитер К ним На Царство Журавля Царь Этот Не Чурбан Со Всеми Ново Нрава Не Любит Баловать Народа Своего Он Виноват Их Ест А На Суде Его Нет Правых Никого Зато У Него Что Завтрак Что Обед Что Ужин То Расправа На Жителей Болот Приходит Черный Год В Лягушках Каждый День Великий Недочет С утра До Вечера Их Царь По Царству Ходит И Всякого Кого Не Ветер И Ветер 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 Что Бим Юпитер Снова Пожаловал Царя Иного Что Нынешний Царь Глотает Их Как Мух Что Даже Им Нельзя Как Это Не Ужасно Ни Носа Выставить Ни Квакнуть Безопасно Что Наконец Царь Тошнее Им Засух По Что Ж Вы Прежде Жить Счастливо Не Умели Не Мне Ль Безумные Вещал Им С Неба Глаз Покоя Не Было От Вас Не Вы Ли О Царе Мне Уши Прошумели Вам Дан Был Царь Так Тот Был Слишком Тих Вы Взбунтовались В Вашей Луже Другой Вам Так Этот Очень Лих Живите Ж С ним Чтоб Не Было Вам Хуже Лев И Барс Когда-то В старину Лев С Барсом Вел Предолгую Войну За Спорные Леса За Дебри За Вертеты Судиться По Правам Не Тот У Них Был Нрав Да Сильные Ж В Правах Бывают Часто Слепы У Них На Это Свой Устав Кто Одолеет Тот И Прав Однако Наконец Не Вечно Ж Драться И Когти Притупятся Герои По Правам Решились Разобраться Намерились Дела Военные Прекратить Окончить Все Раздоры Потом Как Водится Мир Вечный Заключить До Первой Ссоры Назначим Ж Скорей Мы От Себя Секретарей Льву Предлагает Барс И Как Их Ум Рассудит Пусть Так И Будет Я Например К тому Определю Кота Зверек Хоть Неказист Да Совесть В нем Чиста А Ты Ослана Знач Он Знатного Житьфина И К слову Молвит Здесь Куда Он У тебя Завидная Скотина Поверь Как Другу Мне Совет И Двор Твой Весь Его Копытца Вряд Ли Стоит Положимся Ж На Том На Чем С моим Катишком Он Устроит И Лев Мысль Барса Утвердил Без Спор Но Только Не Ослана Лисицу Нарядил Он От Себя Для Этого Разбору Примолвя От Себя Как Видно Знал Он Свет Кого Нам Хвалит Враг В Том Верно Проку Нет Вельможа И Философ Вельможа В праздный Час Толкуя С Мудрецом Атом Осем Скажи Мне Говорит Ты Свет Довольно Знаешь И Будто В Книге Ты В Сердцах Людей Читаешь Как Это Что Мы И Не Начнем Суды Ли Общество Ученый Заведем Едва Успеем Оглянуться Как Первые Невежие Тут Ватрутся Уж Ле От них Совсем Лекарства Нет Не Думаю Сказал Мудрец В ответ И С Обществами Та Судьба Сказать Межнами Что С Деревянными Домами Как Так же Я Вот Свой Достроил Семи Днями Хозяева В него Еще Не Выбрались А Уж Сверчки Давно В нем Завелись Мор Зверей Лютейший Бич Небес Природы Ужас Мор Сверепствует В лесах Уныли Звери В ад Распахнулись Настеж Двери Смерть Рыщет По полям По рвам Повысим Гор Везде Разметаны Ее Свирепство Жертвы Неумолимая Как сено Косит Их А те Которые В живых Смерть Видя На носу Чуть Бродят Колу Мертвы И Вернулся Всем Их Страх Те Ж Звери Да Не те В Великих Столь Бедах Не Давит Волк Овец И смирен Как монах Меркуром Дав Лиса Паститься В подземелье Ими Еда На ум Не идет С голубкой Голубь В рознь Живет Любви В помине Больше нет А без любви Какое Уж Веселье Вем Вем Горе Так тот из нас, кто всех виновен более, пускай по доброй воле отдаст себя на жертву им. Быть может, что богам мы этим угодим, и теплое усердие нашей веры смягчит жестокость гнева их. Кому неведомо из вас, друзей моих, что добровольных жертв таких бывали многие в истории примеры? Итак, смиря свой дух, пусть исповедуют здесь всякий вслух, в чем погрешил, когда он вольно или невольно. Покаемся, мои друзья. Ох, признаюсь, хоть это мне и больно, не прав и я. Овечек бедненьких за что? Совсем безвинно, дирал бесчинно. А иногда, кто без греха, случалось драл и пастуха, и в жертву предаюсь охотно. Но лучше б нам сперва всем вместе перечесть свои грехи. На ком их более есть, того бы в жертву и принесть, и было бы богам то более угодно. О, царь наш, добрый царь, от лишней доброты, — лисица говорит, — в грех это ставишь ты. Коль робкой совести во всем мы станем слушать, то придет с голоду пропасть нам, наконец. При том же, наш отец, поверь, что это честь большая для овец, когда ты их изволишь кушать. А что до пастухов, мы все здесь бьем челом. Их чаще так учить, им это по делам. Без хвоста этот род лишь глупой спесью дышит и нашими себя везде царями пишет. Вот, окончила лиса. За ней на тот же лад льстецы льву тоже говорят, и всякий доказать спешит на перехват, что даже не в чем льву просить и отпущения. За львом медведь и тигр, и волки в свой черед, во весь народ поведали свои смиренно погрешения. Но их безбожных самых дел никто и шевелить не смел. И все, кто были тут богаты, или когтем, или зубком, те вышли вон, со всех сторон, не только правы, чуть не святы. В свой ряд смиренный вол им так мычит. И мы грешны тому лет пять, когда зимой кормы нам были худы, на грех меня лукавый натолкнул. Ни от кого себя найти не могши ссуды, из стога у попа я клок сенца стянул. При сих словах поднялся шум и толки, кричат медведи, тигры, волки. Смотри, злодей какой! Чужое сено есть, но диво ли, что боги за беззаконие его к нам столько строги. Его обещинника с рогатой головой, его принес богам за все его проказы. Чтобы тела нам спасть и нравы от заразы, так по его грехам у нас и мор такой. Приговорили и на костер вала взвалили. И в людях так же говорят, кто посмирней, так тот и виноват. Собачья дружба У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лёжа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее обстеречь им было дом. Но как они уж понаелись, и вежливые ж псы, притом, ни на кого не лают днём, Так рассуждать они пустились вдвоём о всякой всячине, о их собачьей службе, О худе, о добре и, наконец, о дружбе. — Что может, — говорит полкан, — приятней быть, Как с другом сердце к сердцу жить, Во всём оказывать взаимную услугу, Не спить без друга и не съесть, Стоять горой за дружнюю шерсть, И, наконец, в глаза глядеть друг другу, Чтоб только улучшить счастливый час. Нельзя ли друга чем потешить, позабавить И в дружнем счастье всё своё блаженство ставить? Вот если б, например, с тобой у нас Такая дружба завелась, Скажу я смело, Мы б и не видели, как время бы летело. — А что же, это дело, — Барбос ответствует ему, Давно, полканушка, мне больно самому, Что бывший одного двора с тобой собаки, Мы дня не проживём без драки. И из чего? Спасибо господам, Не голодно, не тесно нам, При том же, право, стыдно. Пёс дружество славёт примером с давних дней, А дружбы между псов, Как будто межлюдей, Почти совсем не видно. — Явим же в ней пример мы в наши времена, — Скричал полкан, — Дай лапу, вот она. И новые друзья, Ну обниматься, Ну целоваться, Не знаю с радости Кому и приравняться. Арест мой, Мой пилат, Прочь свар, Зависть, злость. Тут повар на беду Из кухни кинул кость. Вот новые друзья К ней в запуски несутся, Где делся и совет, и лад. С пиладом мой арест Грызутся, Лишь только клочья вверх летят. На силу, наконец, Их розлили водою. Цвет полон дружбою такую. Про нынешних друзей Льзя, мол, ведь не греша. Что в дружбе Все они едва ли не одинаки. Послушать, Кажется, одна у них душа. А только кинем кость. Так что твои собаки. Раздел Имея общий дом И общую контору, Какие-то честные торгаши Наторговали денег гору, Окончили торги И делят барыши. Но в дележе Когда без спору Заводят шум они За деньги, за товар. Как вдруг кричат, Что в доме их пожар. Скорей, скорее, спасайте Товаровый дом, Кричит один из них. Ступайте, А счеты после мы сведем. Мне только тысячу мою Сперва отдайте, Шумит другой. Я с места не сойду долой. Мне две не додано. А вот тут счеты ясны, Еще один кричит. Нет, нет, Мы не согласны. Да как, за что и почему? Забывши, что пожар в дому, Проказники тут до того шумели, Что захватило их в дыму, И все они Со всем добром своим сгорели. В делах, Которые гораздо поважней, Нередко от того Погибель всем бывает, Что чем бы общую беду Встречать дружней, Всяк споры затевает О выгоде своей. Бочка Приятель своего приятеля просил, Что бочку его Дни на три он ссудил. Услуга в дружбе Вещь святая. Вот если дело шло О деньгах, Речиная, Тут дружба в сторону, И можно б отказать. А бочки Для чего не дать? Как возвратилась она, Тогда опять Возить в ней стали воду. И все бы хорошо, Да худо только в том, Та бочка для вина Брана откупщиком. И настоялась так В два дни она вином, Что винный дух Пошел от ней во всем. Квас, пиво ли сварят, Ну, даже и в съестном. Хозяин бился с ней Близь году, То выпарит, То ей Проветриться дает. Но чем ту бочку Не нальет, А винный дух Все вон не идет. И с бочкой, наконец, Он принужден расстаться. Старайтесь не забыть Отцы Вы басни сей. Учением вредным С юных дней Нам стоит Раз лишь напитаться, А там Во всех Твоих поступках И делах Каков-нибудь Ты на словах, А все Им будешь Отзываться. Волк на псарне Волк ночью, Думая залезть в овчарню, Попал на псарню. Поднялся вдруг Весь псарный двор, Почуя серого Так близко Забияку, Псы Залились в хлевах И рвутся вон На драку. Псари кричат Ах ты, ребята, вор! И вмиг ворота На запор В минуту Псарня Стала адом Бегут Иной с дубьем, Иной с ружьем Огня Кричат Огня Пришли с огнем. Мой волк Сидит, Прижавшись В угол задом Зубами щелкая И ощетиня шерсть Глазами, кажется, Хотел бы всех Он съесть, Но видя то, Что тут не перед стадом И что приходит Наконец Ему расчестся За овец. Пустился Мой хитрец В переговор И начал так. Друзья, К чему весь этот шум? Я ваш старинный Сват и кум Пришел мириться к вам Совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, Уставим общий лад. А я не только В предний трону Здешних стад, Но сам за них С другими Грызца рад, И волчьи Клятвы Утверждаю, Что я... Послушай-ка, сосед, Тут ловчи Перервал в ответ. Ты, сэр, А я, приятель, Сед, И волчью вашу Я давно Натуру знаю, А потому Обычай мой С волками Иначе Не делать мировой, Как снявши Шкуру с них Долой И тут же Выпустил на волка Гончих стаю. Ручей Пастух у ручейка Пел жалобно В тоске Свою беду И свой урон Невозвратимый. Ягненок у него Любимый Недавно Утонул в реке. Услыша пастуха, Ручей журчит Сердито. Река Несытая. Что Если б дно Твое Так было, Как мое, Для всех И ясно И открыто, И всякий Видел бы На тинистом Семь дне Все жертвы, Кое ты Столь алчно Поглотила. Я, Чай, Бо со стыда Ты землю Сквозь прорыла И в темных Пропастях Себя сокрыла. Мне кажется, Когда бы мне Дала судьба Обильные Столь воды, Я украшением Став природы, Не сделал Курице Безла. Так осторожно Бы вода Моя текла И мимо хижинки И каждого Кусточка Благословляли Бо меня Лишь берега, И я бы Освежал Долины И луга, Но с них Бо не Унес Листочка. Ну, Словом, Делая путем Моим Добро, Не приключа Нигде Ни бед, Ни горя, Вода Моя До самого Бы моря Так докатилась Чиста, Как серебро. Так говорил Ручей, Так думал В самом деле. И что ж, Не минуло Недели, Как туча Ливная Над ближней Горой Рассеялась. Богатством Вод ручей Сравнялся Вдруг С рекой. Ну, Ах, Куда Ручье Смиренно Сделась? Ручей Из берегов Бьет Мутной Водой Кипит, Ревет, Крутит Нечисту Пену В клубы, Столетние Валяет Дубы, Лишь Трески Слышны Вдалеке. И самый Тот Пастух, За кое Во реке Пенял Недавно Он Таким Кудрявым Складом, Погиб Со всем Своим В нем Стадом, А хижины Его Пропали И следы. Так Много Ручейков Текут Так Смирно, Гладко И так Журчат Для сердца Сладко Лишь Только Оттого Что Мало В них Воды. Лисица И Сурок Куда Куда Кумушка Бежишь Ты Без Оглядки Лисицу Спрашивал Сурок Ох, Мой Голубчик Куманек Терплю Напрасль Ну И Выслана За взятки Ты Ты Знаешь Я Была В Курятнике Судьей Утратила В делах Здоровье И Покой В Трудах Куска Не Доедала Ночей Не Досыпала И Я Ж Зато Под Гнев Подпала А Все По Клеветам Ну Сам Подумай Ты Кто Ж Будет В мире Прав Коль Слушать Клеветы Мне Взятки Брать Да Разве Я Взбешуся Но Видывал Ли Ты Я На Тебя Пошлюся Чтоб Этому Была Причастна Я Греху Подумай Вспомни Хорошенько Нет Кумушка Повидывал Частенько Что Рыльце У тебя В пуху Иной Преместе Так Вздыхает Как Будто Рубль Последний Доживает И Подлинно Весь Город Знает Что У него Ни За Собой Ни За Женой А Смотришь Помаленьку То Домик Выстроит То Купит Деревеньку Теперь Как у него Приход С расходом Свесть Хоть По суду И не докажешь Но Как Не согрешишь Не скажешь Что У него Пушок На Рыльце Есть Прохожие И Собаки Шли Два Приятеля Вечернею Порой И Дельный Разговор Вели Между Собой Как Вдруг Из Подворотни Дворняжка Тявкнула На Них За Ней Другая Там Еще Две Три И Вмиг Со Всех Дворов Собак Сбежало С пол Сотни Один Было Уже Прохожий Камень Взял И Полно Братец Тут Другой Ему Сказал Собак Ты Не Уймешь От Лаю Лишь Пуще Всю Раздразнешь Стаю Пойдем Вперед Я Их Натуру Лучше Знаю И Подлинно Прошли Шагов Десятков Пять Собаки Начали Помалу Затихать И Стало Наконец Совсем Их Не Слыхать Завистники На Что Не Взглянут Подымут Вечно Лай А Ты Себе Своей Дорогою Ступай Полают Да Отстанут Стрекоза И Муравей Попрыгунья Стрекоза Лето Красное Пропело Оглянуться Не Успело Как Зима Катит В Глаза Помертвело Чисто Поле Нет Уж Дней Тех Светлых Боле Как Под Каждым Ей Листком Был Готов Стол И Дом Все Прошло Зимой Холодной Нужда Голод Настает Стрекоза Уж Не Поет И Кому Живом Пойдет На Желудок Петь Голодный Злой 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 Тоской Удручена К Муравью Ползет Она Не Оставь Меня Кум Милой Дай Ты Мне Собраться С силой И До Вешних Только Дней Прокорми И Обогрей Муравей Да Товоль Голубчик Была В Мягких Муравах У Нас Песни Резвость Всякий Час Так Что Голову Скружила А Так Ты Я Без Души Лето Целое Все Пела Ты Все Пела Это Дело Так Пади Же Попляши Лжец Из дальних Странствий Возвратясь Какой-то Дворянин А может быть И князь С приятелем Своим Пешком Гуляя В поле Расхвастался О том Где он Бывал И к Былим Небылиц Без Счету Прилыгал Нет Говорит Что Я Видал Того Уж Не Увижу Боле Что Здесь У У вас За Край То Холодно То Очень Жарко То Солнце Спрячется То Светит Очень Ярко Вот Там-то Прямо Рай И Вспомнишь Так Душе Отрада Ни Шуб Ни Свеч Совсем Не Надо Не Знаешь Век Что Есть Ночная Тень И Круглый Божий Год Все Видишь Майский День Никто Там Не Садик Не Сеет А Если Посмотрел Что Там Растет И Зреет Вот В Риме Например Я Видел Огурец Ах Мой Творец И И По Сею Не Вспомни Спору Поверишь Ли Ну Право Был Он С Гору Что За Диковина Приятель Отвечал На Свете Чудеса Рассеяны Повсюду Да Не Везде И Всякий Примечал Мы Сами Вот Теперь Подходим К Чуду Какого Ты Нигде Конечно Не Встречал И Я В том Спорить Буду Вон Видишь Через реку Тот Мост Куда Нам Путь Лежит Он С виду Хоть И Прост А Свойства Чудное И Меет Лже Ни Один У нас По Нем Пройти Не Смеет До Половины Не Дойдет Провалится И В Воду Упадет Но Кто Не Лжет Ступай По Нем Пожалуй Хоть В Карете А Какова У Вас Река Да Нем К Так Видишь Ли Мой Друг Чего То Нет На Свете Хоть Римский Огурец Велик Нет Спору В Том Ведь Сгол Кажется Ты Так Сказал О Нем Гора Хоть Не Гора Но Право Будет С Дом Поверить Трудно Однако Ж Как Нечудно А Все Чуден И Мост Покоем Мы Пойдем Что Он Лжеца Никак Не Подымает И Нынешние Весь город Это знает Два Журналиста Да Портной Бесспорно Огурец И с дом Величиной Диковинка Коль это Справедливо Ну Не Такое Еще Диво Ведь Надо Знать Как Веси Есть Не Думай Что Везде По Нашему Хоромы Что Там За Домы В Один Двоим За Нужду Влезть И То Не Стать Не Сесть Пусть Так Но Все Признаться Должно Что Огурец Не Грех За Диво Счасть В Котором Двум Усеться Можно Однако Ж Мост От Наш Каков Что Лгун Не Сделает На Нем Пяти Шагов Как Тотчас В Воду Хоть Римский Твой И Чуден Огурец Послушай-ка Тут Перервал Мой Лжец Чем Нам С Нам Идти Поищем Лучше Броду Орел И Пчела Счастлив Кто На Череде Трудится Знаменитой Ему И То Силы Придает Что Подвигов Его Свидетель Целый Свет Но Сколь И Тот Почтен Кто В Низости Сокрытый За Все Труды За Весь Потерянный Покой Ни Славою Ни Почесть Ме Льстится И Мыслью Оживлен Одной Что К Пользе Общий Трудится Увидя Как Пчела Хлопочет Вкруг Цветка Сказал Орел Однажды Ей С презрением Как Ты Бедняжка Мне Жалка Со Всей Твоей Работой С Умением Вас Гулья Тысячи Все Лето Ле Пятьсот Да Кто Что 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 Я Право Не Пойму Охоты Трудиться Целый Век И Что Ж Иметь В В В В Безвестной Умереть Со Всеми Наряду Какая Разница Меж Нами Когда Расширяся Шумящими Крылами Ношуся Я Под Облаками То Всюду Рассеваю Страх Не Смеют От Земли Пернатые Подняться Не Дремлют Пастухи При Тучных Их Стадах Ни Лани Быстрые Не Смеют На Полях Меня Завидя Показаться Пчела Ответствует Тебя Хвала И Честь Да Продлит Над Тобой Зевест Свои Щедроты А Я Родясь Труды Для Общей Пользы Не Не Отличать Ищу Свои Работы Но Утешаюсь Тем На Наши Смотря Соты Что В Них И Моего Хоть Капля Меду Есть Завец На Ловле Большой Собравшийся Гурьбой Медведя Звери Изловили На Чистом Поле Задавили И Делят Меж Собой Кто Что Себе Достанет А Заяц За Ушком Медвежье Тут же Тянет Бат И Косой Кричат Ему Пожаловал От Коли Тебя Никто На Ловле Не Видал Вот Братцы Заяц Отвечал Да Излиса Кто Ж Все Я Его Пугал И К Вам Поставил Прямо В Поле Сердечного Дружка Такое Хвастовство Хоть Слишком Было Явно Но Показалось Так Забавно Что Зайцу Дан Клочок Медвежьего Лушка Над Хвостунами Хоть Смеются А Часто В Дилиже Им Доли Достаются Щука И Кот Беда Коль Пироги Начнет Печи Сапожник А Сапоги Точать Пирожник И Дело Не Пойдет На Лад Да И Примечено Сто Крат Что Кто За Ремесло Чужое Братца Любит Тот Завсегда Других Упрямей Вздорней Он Лучше Дело Все Погубит И Рад Скорей Посмешищем Стать Света Чем У Честных И Знающих Людей Спросить Или Выслушать Разумного Совета Зубастой Стал Стал Щуки Васька Говорить Смотри Кума Чтобы Не Остромиться Не Даром Говорится Что Дело Мастера Боится И Полно Куманек Вот Невидаль Мышей Мы Лавливали И Ершей Так В добрый Час Пойдем Пошли Засели Натешился Наелся Кот И Кумушку Проведать Он Идет А Щука Чуть Жива Лежит Разинув Рот И Крысы Хвост У Не Отъели Тут Видя Что Куме Совсем Не В силу Труд Кум Замертво Стащил Ее Обратно В Пруд И Дельно Это Щука Тебе Наука Вперед Умнее Быть И За Мышами Не Ходить Волк И Кукушка Прощай Соседка Волк Кукушке Говорил Напрасно Я Себя Покоем Здесь Манил Все Тежу Вас И Люди И Собаки Один Другого Злей И Хоть Ты Ангел Будь Так Не Минуешь С ними Драки А Далекой Соседу Путь И Где Такой Народ Благочестивый С Которым Думаешь Ты Жить В Ладу О Я Прям Я Прям Леса Аркадии Счастливой Соседка То-то Сторона Там Говорят Не знают Что Война Как Таком Увидеть Тихом Прости Не Поминай Нас Лихом Уж Что-то Там Мы Заживем В Ладу В Довольстве В Неге Не Так Как Здесь Ходи С Оглядкой Днем И Не Засни Спокойно На Ночлеге Счастливый Путь Сосед Мой Дорогой Кукушка Говорит Освой Ты Нрав И Зубы Здесь Кинешь Или Возьмешь С собой Уж Кинуть Вздор Какой Так Вспомни Жи Меня Что Быть Тебе Без Шубы Чем Нравом Кто Дурней Тем Более Кричит И Ропщит На Людей Не Видит Добрых Он Куда Не Обернется А Первый Сам Ни С Кем Не Уживется Петух И Жемчужное Зерно Навозну Кучу Разрывая Петух Нашел Жемчужное Зерно И Говорит Куда Оно Какая Вещь Пустая Не Глупо Что Его Высоко Так Ценят А Я Я Права Был Гораздо Более Рад Зерну Ячменному Оно Не Столь Хоть Видно Да Сытно Невежие Судят Точно Так В Чем Толку Не Поймут То Все У Них Пустяк К К К К К Когда У нас Беда Над Головой То Рады Мы Тому Молиться Кто Вздумает За Нас Вступиться Но Как на него Медведь Насел Подмял Крестьянина Ворочает Ломает И Где Б Его Почать Лишь Место Выбирает Конец Приходит Старику Степанушка Родной Не Выдай Милой Из Подмедведя Он Взмолился Батраку Вот Новый Геркулес Со Всей Собравшись Силой Что Только Было В Нем Отнес Пол Черепа Медведю Топором И Брюхо Прокол Ему Железной Вилой Медведь Взревел И Замертво Упал Медведь Мой Издыхает Прошла Беда Крестьянин Встал И Он Же Батрака Ругает Опешил Бедный Мой Степан Помилуй Говорит За Что За Что Болван Чему Обрадовался Сдуру Знай Колит Все Испортил Шкуру Обоз С Горшками Шел Обоз И Надо Б Нас Крутой Горы Спускаться Вот На Горе Других Оставя Дожидаться Хозяин Стал Сводить Легонько Первый Воз Конь Добрый На Крестце Почти Его Понес Катиться Возу Не Давая А Лошадь Сверху Молодая Ругает Бедного Коня За Каждый Шаг Ай Конь Хваленый То-то Диво Смотрите Лепится Безик Свой Мы Не Свезем А Скатим Тут Выгнувших Хребет И Понатужа Грудь Транулась Лошадка С возом В путь Но Только Под гору Она Перевалилась Воз Начал Напирать Телега Раскатилась Коня Толкает Взад Коня Кидает Вбок Пустился Конь Со Всех Четырех Ног На Славу По Камням Рытвинам Пошли Толчки Скачки Левей Левей И С возом Бух В Канаву Прощай Хозяйские Горшки Как В людях Многие Имеют Слабость Туже Все Кажется В другом Ошибкой Нам А Примешься За дело Сам Так Напроказишь Вдвое Хуже Вороненок Орел Из-под Небес На Стадо Налетел И Выхватил Ягненка А Ворон Молодой Вблизи На то Смотрел Взманила Эта Вороненка Да Только Думает Он Так Уж Брать Так Брать А Той Когти Что Марать Бывают И Орлы Как Видно Плоховаты Ну Только Встаде Что Ягняты Вот Вот Как Захачу Да Налечу Так Царский Подлинно Кусочек Подхвачу Тут Ворон Поднялся Над Стадом Окинул Стадо Жадным Взглядом Из Множества Ягнят Баранов И Овец Высматривал Слечал И Выбрал Наконец Барана Да Какого Прижирного Приматерова Который Доброму И Волку Был В подъем Из Ладесь На него Спустился И В шерсть Ему Что Силы Есть Вцепился Тогда То Он Узнал Что Добыч Не По Нем Что Хуже И Всего Так На Баране Том Тулуп Такой Прикосматый Густой Всклокоченный Хохлатый Что Из Него Когтей Не Вытеребил Вон Затейник Наш Крылатый И Кончил Подвиг Тем Что Сам Попал В Полон С Барана Пастухи Его Тененько Сняли А Чтобы Он Не Мог Летать Ему Все Крылья Окарнали И Детям Отдали Играть Нередко У людей То Ж Самое Бывает Коль Мелкий Плут Большому Плуту Подражает Что Сходит С рук Ворам Зато Воришек Бьют Слон На Воеводстве Кто Знатен И Силен Да Не Умен Так Худо Ежели И С Добрым Сердцем Он На Воеводство Был В лесу Посажен Слон Хоть Кажется Слонов И Умная Порода Однако Ж В семье Не Без Урода Наш Воевода Вродню Был Толст Да Не Вродню Был Прост А Сумыслу Он Мухи Не Обидит Вот Добрый Воевода Видит Вступило От Овец Прошение В Приказ Что Волки Где Совсем Сдирают Кожу С нас О Плуты Слон Кричит Какое Преступление Кто Грабить Дал Вам Позволение А Волки Говорят Помилуй Наш Отец Не Тыль Нам К Зиме На Тулупы Позволю Легонький Оброк Собрать Совет А Что Они Кричат Так Овцы Глупы Всего То Придит С них Сестры По Шкурке Снять Да И Того Им Жаль Отдать Ну То А Ж Говорит Им Слон Смотрите Неправды Я Не Потерплю Ни В Ком По Шкурке Так И Быть Возьмите А Больше Их Не Троньте Волоком Осел И Соловей Осел Увидев Соловья И Говорит Ему Послушай-ка Дружище Ты Сказывают Петь Великий Мастерище Хотел Бы Очень Я Сам Посудить Твое Услышав Пенье Велико Подлинно Твое Уменье Тут Соловей Являть Сое Искусство Стал Защелкал Засвистал На тысячу ладов Тянул Переливался То нежно Он ослабевал И томный Вдалеке Свирелью Отдавался То мелкой Дробью Вдруг Порощи Рассыпался Внимало Все Тогда Любимцу И певцу Авроры Затихли Ветерки Замолкли Птичек Хоры И Прилегли Стада Чуть-чуть Дыша Пастухим Любовался И только Иногда Внимая Соловью Пастушке Улыбался Скончал Певец Осел Уставясь В землю Лбом И Рядно Говорит Сказать Не ложно Тебя Без Скуки Слушать Можно А жаль Что Не знаком Ты С нашим Петухом Еще Ты Боле Навострился Когда Бы У него Немножко Поучился Услыша Суд Такой Мой Бедный Соловей Вспорхнул И Полетел За Три Девять Полей Избави Бог И Нас От Этаких Судей Откупщик И Сапожник Богатый Откупщик В хоромах Пышных Жил Ел Сладко Вкусно Пил По Всякий День Давал Перы Банкеты Сокровищ У него Нет Сметы В Дому Сластей Вин Чего Не Пожелай Всего С избытком Через Край И Словом Кажется В Его Хоромах Рай Одним Лишь Откупщик Страдает Что Он Не Досыпает Уж Божьего Ль Боится Он Суда Или Просто Трусит Разориться Да Только Все Ему Не Крепко Как То Спится А Сверх Того Хоть Иногда Он Вздремлет На Заре Так Новая Беда Бог Дал Ему Певца Соседа С ним Из окна В окно Жил В хижине Бедняк Сопорник Но Такой Певун И Весельчак Что С утренней Зари До Обеда С обеда До ночи Безумолку Поет И Богачу Заснуть Никак Он Не Дает Как Быть И Как С соседом Сладить Чтоб От пинья Его Отводить Велеть Молчать Так Власти Нет Просил Так Просьба Не Берет Придумал Наконец И За соседом Шлет Пришел Сосед Приятель Дорогой Здорово Челом Вам Бьем За Ласковое Слово Ну Что Брат Каково Делишки Клим Идут В ком Нужда Уж того Мы Знаем Как Зовут Делишки Барин Да Не Худо Так Оттого То Ты Так Весел Так Поешь Ты Стала Счастливо Живешь На Бога Грех Роптать И Что За Чудо Работаю Завален Я Всегда Хозяйка У Меня Добра И Молода А С Доброй Женой Кто Этого Не Знает Живется Как То Веселей И Деньги Есть Хоть Лишних Не Бывает Зато Нет Лишних И Затей Итак Мой Друг Ты Быть Богаче Не Желаешь Я Этого Не Говорю Хоть Бога И За То Что Есть Благодарю Но Сам Ты Барин Знаешь Что Человек Пока Живет Все Хочет Более Таков Ж Здешний Свет Я Чаю Ведь И Тебе Твоих Сокровищ Мало И Мне Быть Богатей Не Мешало Ты Дело Говоришь Дружок Хоть При Богатстве Нам Есть Так Же Неприятство Хоть Говорят Что Бедность Не Порок Но Все Ж Школь Терпеть Так Лучше От Богатства Возьми Же Вот Тебе Рублевиков Мешок Ты Мне За Правду Полюбился Поди Дай Бог Чтоб Ты С Моей Руки Разжился Смотри Лишь Промотать Всех денег Не Моги И К нужде Их Ты Береги Пятьсот Рублей Тут Верным Счетом Прощай Сапожник Мой Схватя Мешок Скорей Домой Не Бегом Летом Примчал Гостиниц Под полой И той же Ночи В подземелье Зарыл Мешок И С ним Свое Веселье Не 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 Только Чеку И Говорит Спасибо На Приятстве Вот Твой Мешок Возьми Его Назад Я До Него Не Знал Как Худо Спят Живи Ты При Своем Богатстве А Мне За Песни И За Сон Не Надобен Ни Миллион Крестьянин В Беде Крестьянину На Двор Залез Осенней Ночью Вор Забрался В клеть И На Просторе Обшаря Стены Все И Пол И Потолок Покрал Бессовестно Что Мог И То Сказать Какая Совесть Воре Ну Так Что Наш Мужик Бедняк Богатым Лег А С Голью Встал Такою Хоть Померу Поди Сумою Не Дай Бог Никому Проснуться Худо Так Крестьянин Тужит И Горюет Родню Зывает И Друзей Соседей Всех И Кумовей Нельзя Ли Говорит Помочь Беде Моей Тут Всякий С Мужиком Толкует И Умный Свой Дает Совет Кум Карпыч Говорит Эх Свет Не Надобно Было Тебе По Миру Славить Что Столько Ты Богат Сват Климыч Говорит Вперед Мой Милый Сват Старайся Клеить К избе Гораздо Ближе Ставить Эх Братцы Это Все Не Так Сосед Толкует Фока Не То Беда Что Клеить Далеко Да Надо На Дворе Лихих Держать Собак Возьми Ко У Меня Щенка Любого От Жучки Я Брат Соседа Дорогого От Сердца Наделить Чем Их Топить И Словом От Родни И От Друзей Любезных Советов Тысячу Надавано Полезных Кто Сколько Мог А Делом Ни Один Бедняжки Не Помог На Свете Таково Ж Коль Внужду Попадешься Отведай Сунутся К друзьям Начнут Советовать И в Кость Тебе И впрямь А чуть О помощи На деле Заикнешься То Лучший Друг И Нем И Глух Хозяин И Мыши Коль В доме Станут Воровать А Нет Прилики Вору То Берегись Клепать Или Наказывать Всех Сплошь И Без Разбору Ты Вора Этим Не Уймешь И Не И 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 Сбежать Составишь И От Меньшой Беды В Большую Попадешь Купчина Выстроил Анбары И В них Поклал Съясные Все товары А Чтоб Мышиный Род Ему Не Навредил Так Он Полицию Из Кошек Учредил Спокоен От Мышей Купчина По Кладовым И День И Ночь Дозор И Все Бы Хорошо Да Сделалась Причина В Дозорных Появился Вор У Кошек Как у Нас Кто Этого Не Знает Не Без Греха В Надсмотрщиках Бывает Тут Чем Бы Вора Подстеречь И Наказать Его А Правых Поберечь Хозяин Мой Велел Всех Кошек Пересечь Услыша Приговор Такой Замысловатый И Правый Тут И Виноватый Скорей С Двора Долой Без Кошек Стал Купки Набой А Мыши Лишь Того И Ждали И Хотели Лишь Кошки Вон Они Ван Бар И В Две И Три Три Недели Поели Весь Товар Слон И Моська По улицам Слона водили Как видно Напоказ Известно Что слоны В диковинку У нас Так За слоном Толпы Зевак Ходили Откуда Не Возьмись Навстречу Моська Им Увидевши Слона Ну На него Метаться И Лаять И Визжать И Рваться Ну Так Лезет В драку С ним Соседка Перестань Срамиться Ей Шавка Говорит Тебель Слоном Возиться Смотри Уж Ты Хрипишь А он Себе Идет Вперед И Лаю Твоего Совсем Не Примечает Эх Эх Ей Моська Отвечает Вот То-то Мне Духу Придает Что Я Совсем Без Драки Могу Попасть В Большие Забияки Пускай же Ай Моська Знать Она Сильна Что Лает На Слона Волк И Волчонок Волчонка Волк Начав Помалу Приучать Отцовским Промыслом Питаться Послал Его Опушкой Прогуляться А между Тем Велел Прилежнее Примечать Нельзя Ль Где Счастье Им Отведать Хоть Захватя Греха Насчет бы Пастуха Позавтракать Или Пообедать Приходит Ученик Домой И Говорит Пойдем Скорей Со мной Обед Готов Ничто Не может Быть Вернее Там Под Горой Пасут Овец Одна Другой Жирнее Любую Стоит Лишь Унесть И Съесть А стадо Таково Что Трудно Перечесть Постой Волк Сказал Сперва Мне Ведать Надо Каков Пастух У стада Хоть Говорят Что Он Неплох Заботлив И Умен Однако Стада Я Обошел Со всех Сторон И Высмотрел Собак Они Совсем Нежирны И Плохи Кажется И Смирны Меня Так Этот Слух Волк Старый Говорит Не Очень К Стаду Манит Коль Подлинно Неплох Пастух Так Он Плохих Собак Держать Не Станет Тут Тотчас Попадешь В Беду Пойдем Ка Я Тебя На Стадо Наведу Где Сбережем Вернее Мы Наши Шкуры Хотя Пристаде Том И Множество Собак Да Там Пастух Дурак А Где Пастух Дурак Там И Собаки Дуры Обезьяна Как Хочешь Ты Трудись Но Приобресть Не Льстись Ни Благодарности Ни Славы Коль Нет В Твоих Трудах Ни Пользы Ни Забавы Крестьянин Назарез Сахой Над Полосой Своей Трудился Трудился Так Крестьянин Мой Что Градом Пот С него Катился Мужик Работник Был Прямой Зато Кто Мимо Не Проходит От Всех Ему Спасибо И Спалать Мартышку Это В Зависть Вводит Хвалы Приманчивы Как Их Не Пожелать Мартышка Мартышка Вздумала Трудиться Нашла Чурбан И Ну Над Ним Возиться Хлопот Мартышке Полон Рот Чурбан Она То Понесет То Так То Сяк Его Обхватит То Поволочит То Покатит Рекой Из Бедняжки Льется Пот И Наконец Она Пыхтя На силу Дышит А Все Ни От Кого Похвал Себе Не Слышит И Не Диковинка Мой Свет Трудишься Много Ты Да Пользы В этом Нет Мешок В прихожей На полу В углу Пустой Мешок Валялся У самых Низких Шлуг Он На обтирку Ног Нередко Помыкался Как Вдруг Мешок Наш В честь Попался И Весь Червонцами Набит В окованном Ларце В сохранности Лежит Хозяин Сам Его Лелеет И Бережет Мешок Он Так Что На него Никак Ни ветер Не пахнет Ни муха Сесть Не смеет А Сверх Того С мешком Весь Город Стал Знаком Приятель Лик Хозяину Приходит Охотно О мешке Речь Ласкову Заводит А Ежели Мешок Открыт То Всякий На него Умильно Так Глядит Когда Даже кто к нему подсядет То верно уж его потреплет Или погладит Увидя Что у всех Он стал Такой Чести Мешок Завеличался Заумничал Зазнался Мешок Заговорил И начал Вздор Нести О всем И рядит Он И судит И то Не так И то Дурак И С того То Худо Будет Все Только Слушают Его Разинув Рот Хоть Он Такую Дичь Несет Что Уши Вянут Но у людей К несчастью Тот Порог Что Им С Червонцем И мешок Что Не скажи Всему Девица Станут Но Долго Ль был Мешок В чести И слыл С умом И Долго Ли его Ласкали Пока Все Из него Червонцы Потаскали А там Он Выброшен И Слуху Нет о нем Мы Басней Никого Обидеть Не хотели Но Сколько Есть Таких Мешков Между Откупщиков Которые Некогда В подносчиках Сидели Или Между Игроков Которые У себя За редкость Рубль Видали А ныне Пополам С грехом Богаты Стали С которыми Теперь И граф И князья Друзья Которые Теперь Свелиможей У коего Они Теперь Не смели Сесть В прихожей Играют Запросто В бастон Велико Дело Миллион Однако же Друзья Вы Столько Не гордитесь Сказать Ли Правду Вам Тишком Не Дай Бог Если Разоритесь И С вами Точно Так Поступят Как С Мешком Кот И Повар Какой-то Повар Громотей С поварни Побежал Своей В кабак Он Набожных Был Правил И в этот День По Куметризму Правил А дома Стеречи Съясное От Мышей Кота Оставил Но Что же Возвратясь Он Видит На полу Объедки Пирога А Васька Кот В углу Припав За уксусным Бочонком Мурлыча И ворча Трудится Над Курчонком Ах ты Обжора Ах Злодей Тут Ваську Повар Укоряет Не Стыдно Стен Тебе Не Только Что Людей А Васька Все-таки Курчонка Убирает Как Быв Честным Котом До этих Пор Бывало За пример Тебя Смиренство Кажут А ты Ах Ти Какой Позор Теперь Все Соседи Скажут Кот Васька Плут Кот Васька Вор И Ваську День Только Что В поварню Пускать Не надо И на Двор Как Волка Жадного В овчарню Он Порча Он Чума Он Яз Воздешних Мяст А Васька Слушает Доест Тут Риттер Мой Дав Волю Слов Теченью Не Находил Конца Нравоученью Ну Что Ж Пока Его Он Пел Кот Васька Все Жаркое Съел А Я Быв Повару Иному Велел На Стенке Зарубить Чтоб Там Речей Не Тратить По Пустому Где Нужно Власть Употребить Лев И Комар Бессильному Не смейся И Слабого Обидеть Не Моги Мстят Сильно Иногда Бессильные Враги Так Слишком На Свою Ты Силу Не Надейся Послушай Басню Здесь О том Как Больно Лев Заспись Наказан Комаром Вот Что О том Я Слышал Стороной Сухой Комару Явил Презренье Лев Зло Взяла Комара Обиды Не Стерпев Собрался Поднялся Комар На Льва Войною Сам Ратник Сам Трубач Пищит Во всю Гортань И Вызывает Льва На Смертоносную Брань Льву Смех Но Наш Комар Не Шутит То С тылу То В глаза То В уши Льву Он Трубит И Место Высмотрев И Время Луча Орлом На Льва Спустился И Льву В крестец Всем Жалом Впился Лев Дрогнул И Взмахнул Хвостом На Трубача Увертлив Наш Комар Да Он же И Не Трусит Льву Сел На Самый Лоб И Львину Кров Сосет Лев Голову Крутит Лев Гривою Трясет Но Наш Герой Своё Несет То В нос Завьется Льву То В ухо Льва Укусит Сдурился Лев Престрашный Поднял Рев Скрожащит Ярости Зубами Из Земли Он Дерет Когтями От Рыка Грозного Окружный Лес Дрожит Страх Обнял Всех Зверей Все Кроется Бежит От Колю Всех Взялися Ноги Как Будто Бы Пришел Потоп Или Пожар И Кто Ж Комар Надел Столько Всем Тревоги Рвался Метался Лев И Выбившись Из Сил А Землю Грянулся И Миру Запросил Насытил Злость Комар Льва Жалует Он Миром Из Ахиллеса Вдруг Становится Амиром И Сам Летит Трубить Свою Победу По Лесам Огородник И Философ Весной В своих Грядах Так Рылся Огородник Как Будто Бы Хотел Он Вырыть Клад Мужик Ретивый Был Работник И Дюш И Свеж На Взгляд Под Огурцы Одни Он Взрыл С Пол Сот Небряд Двор Обо Двор С ним Жил Охотник До Огородов И Садов Великий Краснобай Названный Друг Природы Недо Недоученый Философ Который Лишь Из Книг Болтал Про Огороды Однако За Своим Он Вздумал Сам Ходить И Тоже Огороды Ходить А Между Тем Смеялся Так Соседу Сосед Как Хочешь Ты Потей А Я Сработаю Моей Далеко От Тебя Уеду И Огород Твой При Моем Казаться Будет Пустырем Да Правду Говорить Я И Тому Удивился Что Огородышко Твой Кое Как Идет Так Ты Еще Не Разорился Ты Чай Ведь Никаким Наукам Не Учился И Некогда Соседа Был Ответ Прилежность Навык Руки Вот Все Мои Тут И Науки Мне Бог И С Ними Хлеб Дает Не Вежа Восставать Против Наук Ты Смеешь Нет Барин Не Толку И Моих Так Криво Слов Коль Ты Что Путное Затеешь Я Перенять Всегда Готов А Вот Увидишь Ты Лишь Летом Нам Дождаться Но Барин Не Пора Из-за Дела Приниматься Уж Я Кое Что Посеял Посадил А Ты И Гряд Еще Не Взрыл Да Я Не Взрыл За Недосугом Я Все Читал И Вычитал Чем Лучше Заступом Их Сохой И Плугом Но Время Еще Не Уйдет Как Вас А Нас Оно Не Ждет Последний Отвечал И тут Огурцов Крестьянин И Лисица Скажи Мне Кумушка Что У Тебя За Страсть Кур Красть Крестьянин Говорил Лисица Встретив С Не Я Право О Тебе Жалею Послушай Мы Теперь Вдвоем Я Правду Всю Скажу Ведь Времесле Твоем Ни Наволос Добра Не Видно Не Говоря Уже Что Красть И Грех И Стыдно И Что Бронит Тебя Весь Свет До Дня Такого Нет Чтоб Не Боялась Ты За Ужин Или Обед В Курятнике Оставить Шкур Но Стоят Ли Того Все Куры Кому Такая Жизнь Сно Сна Лисица Отвечает Меня Так Все В ней Столько Огорчает Что Даже Мне И Пища Не Вкусна Когда Б Ты Знал Как Я В Душе Честна Да Что Же Делать Нужда Дети Притом Же Иногда Голубчик Кум И То Приходит В ум Что Я Ли Воровством Одна Живу На Свете Хоть Этот Промысел Мне Точно Острый Нож Ну Что Ж Крестьянин Говорит Коль Вправду Ты Не Лжешь Я От Греха Тебя Избавлю И Честный Хлеб Тебе Доставлю Наймись Курятник Мой От Листы Охранять Кому Как Ни Лисе Селисьи Плот Не Знать Зато Ни В чем Не Будешь Ты Нуждаться И Станешь У Меня Как В Масле Сыр Кататься Торг Слажен И С того же Часа Ступила В Караул Лиса Пошло У мужика Житье Лисе Привольно Мужик Богат Всего Лисе Довольно Лисица Стала И Сытей Лисица Стала И Жирней Но Все Не Сделалось Честней Некраденный Кусок Приелся Скоро Ей И Кумушка Тем Службу Повершила Что Выбрав Ночку Потемней У Куманька Всех Кур Передушила В ком Есть И Совесть И Закон Тот Не Украдет Не Обманет В Какой Бо Нужде Не Был Он А Вору Дай Хоть Миллион Он Воровать Не Перестанет Воспитание Льва Льву Кесарю Лисов Бог Сына Даровал Звериную Вы знаете Природу У Них Не Как У Нас У Нас Ребенок Году Хотя Бонсарский Был И Слабый Мал А Годовал Львенок Давно Уж Вышел Из Пеленок Так Году Лев Отец Не Шуткой Думать Стал Чтобы Сынка Невежий Не Оставить В нем Царскую Честь Не Уронить И Чтоб Когда Сынку Придется Царством Править Не Стал Б За Сынка Народ Отца Бронить Шага Вина Горазда Больше Норки Не Взять Ли Барса Барс Отважен И Силен А Сверх Того Великий Тактик Он Да Барс Политики Не Знает Гражданских Прав Совсем Не Понимает Какие Ж Царствовать Уроки Он Подаст Царь Должен Быть Судья Министр И Воин А Барс Лишь Резаться Гораст Так И Детей Учить Он Царских Недостоин Короче Звери Все И Даже Самый Слон Который Был В лесах Почтен Как В Греции Платон Льву Все Еще Казался Неумен И Не Учен По Счастью Или Нет Увидим Это Вскоре Услышав Про Царева Горе Такой же Царь Пернатых Царь Орел Который Вел Со Львом Приязни Дружбу Для Друга Сослужить Большую Взялся Службу И Вызвался Сам Львенка Воспитать У Льва Как Гору С Плечь Свалила И Подлинно Чего Казалось Лучше Было Царевичу Царя В Учителя Сыскать Вот Львенка Снарядили И Отпустили Учиться Царствовать Корву Проходит Год и Два Меж тем Кого Не Спросят О Львенке Ото всех Лишь Слышат По Хвалу Все Птицы Чудеса О нем В лесах Разносят И Наконец Приходит Срочный Год Царь Лев За Сыном Шлет Явился Сын Тут Царь Сбирает Весь Народ И Малых И Больших Сзывает Сынка Целует Обнимает И Говорит Ему он Так Любезный Сын По Мне Наследник Ты Один Я В Гроб Уже Гляжу А Ты Лишь Свет Ступаешь Так Я Тебе Охотно Царство Сдам Скажи Теперь При Всех Лишь Нам Чему Учен Ты Что Ты Знаешь И Как Ты Свой Народ Счастливым Сделать Чаешь Папа Ответ Сынок Я Знаю То Чего Не знает Здесь Никто И От Орла До Перепелки Такой Где Птица Болевод Какая Чем Из Них Живет Какие Яйца Несет И Птичьи Нужды Все Сочту Вам До Иголки Вот От Учителей Тебе Мой Атестат У Птиц Недаром Говорят Что Я Хватаю С Когда Намерен Ты Правление Мне Вручить То Я В тот Час Начну Зверей Учить Ведь Гнезды Тут Ахнул Царь И Весь Звериный Свет Повесил Головы Совет А Лев Старик Поздненько Спохватился Что Львенок Пустяка Мучился И Недобро Он Говорит Что Пользы Нет Большой Тому Знать Птичий Быт Кого Зверьми Владеть Поставила Природа И Что Важнейшая Наука Для Царей Знать Свойства Своего Народа И Выгоды Земли Своей Старик И Трое Молодых Старик Садить Сбирался Деревцо Уж Пусть Бы Строится Так Как Садить Телета Когда Уж Смотришь Вон Из Света Так Старику Смеясь В лицо Три Взрослых Юноши Соседних Рассуждали Что Плод Тебе Твои Труды Желанные Дали То Надобно Чтоб Ты Два Века Жил Неужели Будешь Ты Второй Мафусаил Оставь Старинушка Свои Работы Тебе Ли Затевать Столь Дальние Расчеты Едва Ли Для Тебя Текущий Верен Час Такие Замыслы Простительны Для Нас Мы Молоды Цветем И Крепостью Силой А старику Пора Знакомиться С могилой Друзья Смиренным Ответствует Старик Из детства Я К трудам Привык А если От того Что делать Начинаю Не мне Лишь одному Я пользы Ожидаю То Признаюсь За труд Такой Еще Охотнее Берусь Кто Добр Не Все Лишь Для Себя Трудится Сажая Деревцо Девят Крепких В кончине их наш добрый старичок оплакал всех троих. Дерево Увидя, что топор, крестьянин нес. — Голубчик, — деревцо сказала молодое, — пожалуй, выруби вокруг меня ты лес. — Я не могу расти в покое. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет, ни ветеркам вокруг меня свободы, такие надо мной он сплесть изволил своды. — Когда б не от него расти помеха мне, я в год бы сделалась красою сей стране, и тенью бы моей покрылась вся долина, а ныне тонкая, почти как хворостина. Взялся крестьянин за топор, и дереву, как другу, он оказал услугу. Вкруг деревца большой очистился простор. Но торжество его недолго было. То солнцем дерево печет, то градом, то дождем сечет, и ветром, наконец, то деревцо сломило. — Безумное, — ему сказала тут змея, — нет тебя, ль, беда твоя. Когда б укрытая в лесу ты возрастала, тебе б вредить ни зной, ни ветра не могли, тебя бы старые деревья берегли. А если б некогда деревьев тех не стало, и время их бы отошло, тогда в свою череду ты столько б возросло, усилилась и укрепилась. — Что нынешней беды с тобой бы не случилось, и бурю, может быть, ты б выдержать могло. Гуси Мужика и не виню, но гуси иначе об этом толковали. И встретятся с прохожим на пути. Вот как на мужика пеняли. Где можно нас, гусей, несчастнее найти? Мужик за нами помыкает, и нас, как будто бы простых гусей, гоняет. А этого не смыслит неуч сей, что он обязан нам почтением, что мы свой знатный род ведем от тех гусей, которым некогда был должен Рим спасением. Там даже праздники им в честь учреждены. — А вы хотите быть за что отличены? — спросил прохожий их. — Да наши предки, знаю, и все читал, но, ведать я желаю, вы сколько пользы принесли. Да наши предки Рим спасли. Все так. Да вы что сделали такое? Мы? — Ничего. Так что ж, и доброго в вас есть. Оставьте предков вы в покое. Им по делам бывает честь. А вы, друзья, лишь годны на жаркое. Баснь эту можно бы и более пояснить. Да чтоб гусей не раздразнить. Свинья Свинья на барский двор когда-то затесалась. Вокруг конюшен так и кухонь наслонялась. В сару в навозе извалялась. В помоях по уши досыта накупалась. Из гостей домой пришла свинья с свиньей. Ну что ж, хавронья, там ты видела такого? — Свинью спросил пастух. — Ведь идет слух, что все у богачей лишь бисер, даже мчуг. А в доме так одно богатее другого. Хавронья хрюкает. Ну, право, порют вздор. Я не приметила богатства никакого. Все только лишь навоз да ссор. А кажется уж, не жалея рыва, Я там из рыва Весь задний двор. Не дай бог никого сравнением не обидеть. Но как же критика хавроньей не назвать, Которая что не станет разбирать, Имеет дар одно худое видеть. Муха и дорожные В июле самый зной в полуденную пору С сыпучими песками в гору С поклажей и с семьей дворян Четверкою Редван Тащился. Кони измучились, И кучер как не бился. Пришло хоть стать. Слезает с козелон И лошадей мучитель. С лакеем в два кнота Тиранит с двух сторон. А легче нет. Ползут из колымаги вон Боярин, барыня, Их девка, сын, учитель. Но знать Редван был плотно нагружен, Что лошади, хотя его тронули, Но в гору по песку Едва-едва тянули. Случись тут мухе быть, Как горе не помочь. Ступил. Ну жужжать во всю мушину мочь, Вокруг повозки суетиться. То над носом юлиту коренной, То лоб укусит пристяжной, То вместо кучера на козлы Вдруг садится. Или оставил лошадей, И вдоль и поперек шныряет Межлюдей, ну словно откупщик На ярмарке хлопочет, И только плачется на то, Что ей ни в чем никто Никак помочь не хочет. Куторя слуги вздор Плетутся вслед шажком, Учитель с бариней Шушукают тяжком, Сам барин позабыв, Как он к порядку нужен, Ушел служанкой в бор Искать грибов на ужин. И муха всем жужжит, Что только лишь она О всем заботится одна. Меж тем лошадушки, Шаг за шаг понемногу, Тастились на ровную дорогу. Ну, муха говорит, Теперь, а слава Богу, Садитесь по местам, И добрый всем вам путь. А мне уж дайте отдохнуть, Меня на силу крылья носят. Куда людей на свете много есть, Которые везде хотят себе приплесть, И любят хлопотать, Где их совсем не просят. Орел и паук За облака орел Наверх кавказских гор поднял, На кедре там Солетний сел И зримым под собой Пространством любовал. Казалось, что стоит, Он видел край земли, Там реки по степям Не злучисто текли, Здесь рощи и луга свели Во всем весеннем их уборе, А там сердитое Каспийском море, Как ворона крыло Чернелося вдали. Хлопать тебе, Зевес, Что, управляя светом, Ты рассудил меня снабдить Таким палетом, Что неприступной я Не знаю высоты. Орел к Юпитеру взывает, И что смотрю Оттоль на мира красоты, Куда никто не залетает. Какой же ты хвостун, Как погляжу, Паук ему тут с ветки отвечает, Да ниже ли я тебя, Товарищ, Здесь сижу. Орел глядит, И подлинно паук Над самым им Раскинув сеть вокруг, На веточке хлопочет, И, кажется, орлу Заткать он в дом захочет. Ты как на этой высоте, Спросил орел, И те, которые Полет отважнейший имеют, Не все сюда Пускаться смеют, А ты, Бескрылый, Слаб, Неужели ты дополз? Нет, Я б на это не решился, Да как же здесь ты очутился? Да я к тебе очутился, И снизу на хвосте Ты сам меня занес, Нахлечь и без тебя Умель я держаться, И так передо мной Прошу не величаться, И знай, что я И вздунул паука Опять на самый низ Как вам? А мне? Так кажутся похожи На этаких нередко пауков, Те, кои без ума И даже без трудов Тащаться вверх Держать за хвост вельможи, И надувают грудь, Как будто в силу их Бог снабдил орлины, Хоть стоит ветру Лишь пахнуть, Чтоб их унесть Из паутины. Лань и Дерпыш Младая лань Своих лишилась Любезный чад, И все сосцы Млеком, Имея котикчен, Нашла в лесу Двух малых волчинят, И стала выполнять Долг матери священной, Своим питая их млеком. В лесу живущий С ней одном, Дервис С ее поступком Изумленный. О, безрассудно, Я сказал, Кому любовь, Кому свое млеко Ты растачаешь, Иль благодарности А ты, Ты роду чаешь, Быть может, Некогда, Иль злости Их не знаешь, Они прольют Твою же крот. Быть может, Лань на это отвечала, Но я о том Не помышляла И не желаю Помышлять. Мне чувство матери Одно теперь лишь мило, И молоко мое Меня бы тяготило, Когда б не стала я Питать. Так истинная благость Без всякой нужды Добро славит. Кто добр, Тому избытки В тягости, Коль он их С ближним Не делит. Собака У барина Была собака Шаловлива. Хоть нужды Не было собаке Той ни в чем, Иная бы Таким житьем Была довольна И счастлива И не подумала Бы край. Но уж у ней Была такая Страсть Что из мясного Не достанет В минуту Стянет. Хозяин Сладить с ней Не мог. Как он Не бил. Пока его Приятель Не вступился И в том Ему Советом Не помог. Послушай, Говорит, Хоть кажется Ты строг, Но ты Лишь Красть Собаку Приучаешь За тем, Что краденый Кусок Всегда Оставляешь А ты Вперед Ее Хоть Меньше Бей Да Кражу Отнимай У ней Едва Лишь На себе Собака Испытала Совет Разумностей Шалить Собака Перестала Орел И Крот Не Презирай Совета Ницьего Но Прежде Рассмотри Его Со Стороны Прибыв Далекой В Дремучий Лес Орел Сорлицею Вдвоем Задумали Навек Остаться В нем И Выбравший Ветвистый Дуб Высокой Гнездо Себе В его Вершине Стали Вить Надеясь И Детей Тут Вывести На Лето Услыша Крот Про Это Орлу Взял Смелость Доложить Что Этот Дуб Для Их Жилища Не Годится Что Весь Почти Он В Корне Сгнил И Скоро Может Свалиться Так Что Борел Гнезда На Нем Не Вил Но Кстати Ли Орлу Принять Совет Из Норки И От Крота А где Же Похвала Что Орла Глаза Так Зорки И И Что Орел Нем 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 Из норки крот сказал, то вспомнил бы, что рою свои я норы под землей, и что случаясь близ корней. Здоровое дерево, я знать могу верней. Квартет Матышки дерут, а толку нет. Стой, братцы, стой, кричит мартышка, погодите. Как музыке идти? Ведь вы не так сидите? Ты с басом мишенька садись против альта. Я, Прима, сяду против фторы. Тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы. Матышки расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. Постойте ж, я сыскал секрет, кричит осел. Мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Послушались осла, уселись чинно в ряд. А все-таки квартет не идет на лад. Вот пусть и прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью на шумих прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их решить сомнения. Пожалуй, говорят, возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привезть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь, как нам сесть? Чтоб музыкантам быть, так надо б на уменье. И уши ваших понежней, им отвечает соловей. А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Листы и корни В прекрасный летний день, бросая по долине тень, Листы на дереве с зефирами шептали, Хвалились густотой, зеленостью своей, И вот как о себе зефиром толковали. Не правда ли, что мы — краса долины сей, Что нами дерево так пышно и кудряво, Раскидисто и величаво? Чтоб было в нем без нас, но право, Хвалить себя мы можем без греха. Не мы от зноя пастуха, И странника в тени прохладной укрываем. Не мыль красивостью своей, Плясать сюда пастушек привлекаем. У нас же раннее, позднее зарей, Насвистывает соловей. Да вы, зефиры, сами, Почти не расстаетесь с нами. — Примолвить можно бы, Спасибо тут и нам, — Им голос отвечал из-под земли смиренно. — Кто смеет говорить столь нагло и надменно? — Вы кто такие там, Что дерзко так считаться с нами стыдли? Листы по дереву шумя залепетали. — Мы те, — Им снизу отвечали, — Которые здесь роясь в темноте, Питаем вас, Ужель не узнаете? Мы корни дерева, На коем вы цветете. Красуйтесь в добрый час, Да только помните ту разницу между нас, Что с новой весной Лист новый народится, А если корень и сушится, Не станет дерево ни вас. Бумажный змей, Запущенный под облака, Бумажный змей, Приметя свысока, В долине мотылька, Поверишь ли, — кричит, — Чуть-чуть тебя мне видно. Признайся, что тебе завидно, Смотреть на мой высокий столь полет. Завидно, права нет, Напрасно о себе Ты много так мечтаешь. Хоть высоко, Но ты на прирязи летаешь. Такая жизнь мой свет От счастья весьма далека. А я, хоть правда невысока, Зато лечу, Куда хочу. Да я же так, как ты, В забаву для другого, Пустого, Век целый не трещу. Лебедь, щука и рак Когда в товарищах согласия нет, На латы в дело не пойдет, И выйдет из него не дело, Только мука. Однажды лебедь, рак, да щука Везти с поклажей воз взялись, И вместе трое все в него впрыглись. Из кожи лезут вон, А возу все нет ходу. Поклажа бы для них, казалось, и легка, Да лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, А щука тянет в воду. Кто виноват из них, Кто прав судить не нам, Да только воз и ныне там. Скворец У всякого талант есть свой, Но часто на успех, Прещаясь и чужой, Хватается за то иной, В чем он совсем негоден, А мой совет такой, Берись за то, К чему ты сроден, Коль хочешь, чтобы дела Ох ты, сука нет. Какой-то с молоду скворец Так печь щегленком научился, Как будто бы щегленком Сам родился. И грибым голоском Весь лес он веселил, И всякий скворушку хвалил, Иной бы был такой доволен че. Но скворушка услышь, Что хвалят соловья, А скворушка завистлив был к несчастью, И думает, Постойте же, друзья, Спою не хуже я И соловьиным ладом. И подлинно запел, Да только лишь Совсем особым складом, То он пищал, То он хрипел, То верещал козленком, То не путем Мяукал он котенком, И словом разогнал Всех птиц своим пеньем. Мой милый скворушка, Ну что за прибыльство? Пой лучше хорошо Сегленком, Чем дурно Соловьем. Пруд и река Что это, Говорил реке Соседний пруд, Как на тебя не взглянешь, А воды все Твои текут. Неужели Таки ты, Сестрица, Не устанешь? При том же, Вижу я почти всегда, То с грузом Тяжкие суда, То долговязые Плоты Ты носишь. Уж я не говорю Про лодки, Челноки, Им счету нет, Когда такую жизнь Ты бросишь, Я право Высох Пыставки В сравнении С твоим Как жребий Мой приятель. Конечно, Я незнатен, По карте Не тянусь я Через целый лист, Мне Не бренчит По хвал Какой-нибудь Гуслист. Да это Право Все пустое, Зато Я вилистых И мягких Берегах, Как барыня В пуховика, Лежу И в неге И в покое, Не только Что судов Или Платов. Мне здесь Не для чего Страшиться. Не знаю Даже я, Каков Тяжел Челнок, И много, Ежели Случится, Что по воде Моей Чуть Зыблится Листок, Когда Его Ко мне Забросит Ветерок. Что Беззаботную Заменит Жизнь Такую? За Ветрами Со Всех Сторон Не Движась Я Смотрю На Суету Мирскую И Философствую Сквозь Сон. А Философствуя, Ты помнишь Лизакон? Река На Это Отвечает, Что Свежесть Лишь Вода Движением Сохраняет. И Если Стала Я Великую Рекой, Так Это От Того, Что Кинувши Покой, Последую Сему Уставу. За Тропа Всякий Год Обилием И Чистотою Вод И Пользу Приношу, И В честь Вхожу И Славу, И Буду Может Быть Еще Веки Течь, Когда Уже Тебя Не Будет И В Помине, И О Тебе Совсем И Счезнет Речь. Слова Ее Сбылись, Она Течет Поныне, А Бедный Пруд Год От Году Все Глох, Заволочен Вестиною Глубокой, Зацвел, Зарос Осокой, И Наконец Совсем И Сох. Так Дарование Без Пользы Свету Вянет Слабее Всякий День, Когда Им Овладеет Лень И Оживлять Его Деятельность Не Стать. Тришкин Кафтан У Тришки На локтях Кафтан Продрал. Что Долго Думать Тут Он За Иглу Принялся. По Четверти Обрезал Рукавов И Локти Заплатил. Кафтан Опять Готов. Лишь На Четверть Галее Руки Стали. Да Что До Этого Печали. Однако Ж Смеется Тришки Всяк. А Тришка Говорит Так Я же Не Дурак И Тут Иду Поправлю Длиннее Прежнего Я Рукава Наставлю. Вот Ришка Малый Непростой. Обрезал Фалды Он И Полы Наставил Рукава И Весил Ришка Мой. Хоть Но Стан Кафтан Такой Которого Длиннее И Камзолы. Таким же Образом Видал Я Иногда Иные Господа Запутавшие Дела Их Поправляют. Посмотришь, В Тришкином Кафтане Штеголяют. Пожар И Алмаз Из Малой Искры Став Пожаром, Огонь Стремление Яром По зданиям Разлился В глухой Полночный Час. При Общей Той Тревоге Потерянный Алмаз Едва Сквозь Пыль Мелькал Валяясь По дороге. Как Ты Со Всей Своей Игрой Сказал Огонь Ничтожен Предо мной. Иской Навычное Подребнозренье, Чтоб Различить Тебя При Малом Отдаленье, Или С простым Стеклом, Иль С каплею Воды, Когда В них Луч Иль Мой Иль Солнечный Играет. Уж Я не Говорю, Что Все Тебе Беды, Что На Тебя Не Попадает. Безделка, Лен Ты Лоскуток, Так Часто Блеск Твой Затмевает. Вокруг Тебя Один Обдившись Волосок. Не Так Легко Затмить Мое Сияние, Когда Я В ярости Моей Охватываю Здание. Смотри, Как Все Усилия Людей Против Себя Я Презираю. Так С треском Все, Что Встречу Пожираю, И зарево Мое, Играя В облаках, Окрестностям Наводит Страх. Хоть Против Твоего Мой Блески Беден, Алмаз Ответствует, Но Я Безвреден, Не Укорит Меня Никто Ничьей Бедой, И луч Досадин Мой Лишь Зависти Одной. А Ты Блестишь Лишь Тем, Что Разрушаешь, Зато Все Силы Съединяясь, Смотри, Как Рвутся Все, Чтоб Ты Скорей Погас. И Чем Ты Яростней Пылаешь, Тем Ближе Может 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 Быть К Кон Кон Тут Силы Всей Народ Тушить Пожар Принялся, Наутро Дым Один И Смрад По Нем Остался, Алмаз Же Вскоре От И Лучшею Красой Стал Царскому Венцу. Пустынник И Медведь Хотя Услуга Нам При Нужде Дорога, Но За Нее Не Всяк Умеет Взяться. Не Дай Бог С Дураком Связаться. Услужливый Дурак Опаснее Врага. Жил Некто Человек Безродный Одинокий Вдали От города Глуши. Про Жизнь Пустынную Как Сладко Напиши, А в Одиночестве Способен Жить Не Всякой. Утешно Нам Грусть Радость Разделить. Мне Скажут О Лужок, О Темная Беброва, Пригорки, Ручейки И Мурава Шилкова. Прекрасны, Что И Говорить. А Все Прискучится, Как Не С Кем Молвить С С С С С Так и Пустыннику Тому Соскучилось Быть Вечно Одному. Идет Он В лес Толкнуться У С 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 В лесу кого набречь, кроме волков или медведей? И точно встретился с большим медведем он. Но делать нечего, снимает шляпу, и милому соседушке поклон. Сосед ему протягивает лапу, и слово за слово знакомятся они. Потом дружатся, потом не могут уж расстаться, и целые проводят вместе дни. О чем у них, и что бывало разговору, или присказок, или шуточек каких, и как беседа шла у них? Я по сию не знаю пору. Пустынник был неговорлив, мешук с природы молчалив, так из избы не вынесена ссору. Но как бы ни было, пустынник очень рад, что дал ему Бог в друге клад. Везде за Мишей он, без Мишеньки тошнится, и Мишенькой не может нахвалиться. Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам, по лугам, и по долам, и по горам. А так как человек-медведи послабее, то и пустынник наш скорее, чем Мишенька, устал, и отставать от друга стал. И, видя, говорит, как путный Мишка другу, — приляг-ка, брат, и отдохни. Да коли хочешь, так сосни. А я постерегу тебя здесь удосугу. Пустынник был сговорчив, лег, зевнул, да тотчас и заснул. А Мишка на часах. Да он и не без дела. У друга на нос муха села. Он друга обмахнул, взглянул, а муха на щеке. Согнал, а муха снова удруга на носу. И не отвязчивее час от часу. Вот Мишенька, не говоря ни слова, увесистый булыжник в лапы сгреб, присел на корточки, не переводит духу, сам думает, молчишь, уж я тебя во струху. И удруга на лбу, под карауля муху, что силы есть, хвать друга камнем в лоб. Удар так ловок был, что череп в рознь раздал. И Мишин друг лежать надолго там остался. Цветы В отворенном окне богатого покоя, в фарфоровых, расписанных горшках, цветы поддельные, живыми вместе стоя, на проволочных стебельках, качались от песива и выставляли всем красу свою надиву. Вот дождик начал накропать. Цветы тавтяные Юпитера тут просят, «Нельзя ли дождь унять?» Дождь всячески они ругают и поносят. Юпитер молится, «Ты, дождик, прекрати! Что в нем пути? И что его на свете хуже?» «Смотри, нельзя по улице пройти, везде лишь от него и грязи, и лужи». Однако же Зевес не внял мольбе пустой, и дождь себе прошел своей полосой, прогнавши зной. Он воздух прохладил, природа оживилась, и зелень вся как будто обновилась. Тогда и на окне цветы живые все раскинулись во всей своей красе и стали от дождя душистей, свежее и пушистей. А бедные цветы, поддельные с тех пор, лишились всей красы и брошены на двор, как фор. Таланты истинны, за критику не злятся, их повредить она не может, красоты. Одни поддельные цветы дождя маятся. Крестьянин и змея Змея к крестьянину пришла проситься в дом. Не по-пустому жить без дела, нет, нянчить у него от детей она хотела. Хлеб слаще нажитый трудом. — Я знаю, — говорит она, — худую славу, которая у вас, людей, идет про змей, что все они призло во нраву, из древности гласит молва, что благодарности они не знают, что нет у них ни дружбы, ни родства, что даже собственные детей не съедают. Все это может быть, но я не такова, я сроду никого не только не кусала, но так гнушаю зла, что жало у себя я вырвать бы дала, когда б я знала, что жить могу без жала. И словом, я добрей всех змей. Судишь, как буду я любить твоих детей? — Коль это, — говорит крестьянин, — и не ложно, все мне принять тебя не можно. Когда пример такой у нас полюбят, тогда вползут сюда за доброю змеей одной, то злых и всех детей здесь перегубят. Да, кажется, голубушка моя, и потому с тобой мне не ужиться, что лучшая змея по мне ни к черту не годится. Отцы, понятно ли вам, на что здесь нечего? Крестьянин и разбойник Крестьянин, заводясь домком, купил на ярмарке подойник да корову. И с ними сквозь дуброву тихонько брел домой проселочным путем. Как вдруг к разбойнику попал. Разбойник мужика как липку ободрал. — Помилуй, — сплатится крестьянин, я пропал, меня совсем-то доконал. Год целый я купить коровушку сбирался, на силу этого дождался дня. — Добро, не плачься на меня, сказал разжалобись разбойник. И подлинно, ведь мне коровы не доить, уж так и быть. Возьми себе назад подойник. Любопытный приятель, дорогой, здорово, где ты был? В кунсткамере, мой друг, я садом три ходил, все видел, высмотрел, от удивления поверишь ли, не станет ни умения пересказать тебе ни сил. Уж подлинно, что там чудес, палата. Куда на выдумке природа таравата? Каких зверей, каких там птиц я не видал? Какие бабочки, букашки, козявки, мушки, таракашки, одни как изумруд, другие как коралл, какие крохотные коровки, есть право менее булавочной головки. А видел ли слона? Каков собой на взгляд? Я чай подумал, ты что, гору встретил? Да разве там он? Там. Но у братец виноват. Слона-то я и не приметил. Лев на ловле Собака, лев, да волк с лисой в соседстве как-то жили. И вот какой между собой они завет все положили, чтоб им зверей собака ловить. И что наловится, все поровну делить. Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала лиса оленя поймала и хлет к товарищам послов, чтоб шли делить счастливый лов. Добыча права не дурная. Пришли, пришел и лев. Он когти разминая, и озираючи товарищей кругом. Дележ располагает и говорит, мы братцы вчетвером. И на четверо он оленя раздирает. Теперь давай делить. Смотрите же, друзья, вот эта часть моя по договору. Вот это мне как льву принадлежит без спору. Вот это мне за то, что всех сильнее я. А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, тот с места жив не встанет. Крестьяне и река Крестьяне вышит из терпения от разорения, что реки им и ручейки при водополе причиняли. Пошли просить себе управы у реки, в которую ручьи и речки те впадали. И было что на них донесть, где озими разрыты, где мельницы посорваны и смыты, потоплено скота, что и не счесть. А та река течет так смирно, хоть и пышно, на ней стоят большие города, и никогда за ней таких проказ не слышно. Так верно их она уймет, между собой крестьяне рассуждали. Ну что ж, как подходить к реке поближе стали и посмотрели, так узнали, что половина их добра по ней несет. Тут попусту, не заводя хлопот, крестьяне лишь его глазами проводили, потом взглянулись между собой и, покачавши головой, пошли домой, а отходя проговорили. На что и время тратить нам. На младших не найдешь себе управы там, где делятся они со старшим пополам. Добрая лисица стрелок весной малиновку убил. Ух, пусть бы кончилось на ней несчастье злое, но нет, за ней должны еще погибнуть трое. Он бедных трех ее птенцов осиротил. Едва из скорлупы без смысла и без сил малютки терпят голод и холод и писком жалобным зовут напрасно мать. Как можно не страдать малюток этих видя и сердце чье об них не заболит? Лисица птицам говорит, на камушке против гнезда сироток сидя, не киньте милые без помощи детей, хотя по зерныску бедняжкам вы снесите, хоть по соломинке к их гнездышку приткните, вы этим жизнях сохраните. Что дело доброго святей? Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь, не лучше дать себя немножко ощипать и перьям бы твоим постельку их поискал по нивам по лугам, чтобы с сиротами поделиться. Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли, промыслить корм они и сами бы могли, как ты бы своего гнезда слетела, да вместо матери к малюткам села, а деток бы твоих. Пусть Бог берег. Ты, ласточка, ловила мошек полакомить безродных крошек, а ты бы, милый соловей, ты знаешь, как всех голос твой прельщает, меж тем, пока зефир их с гнездышком качает, ты б убаюкивал их песенкой своей, такую нежностью я твердо верю, вы б заменили им их горькую потерю. Послушайте меня, докажем, что в лесах есть добрые сердца, и кто, при сих словах, малютки, бедные, все трое, не могши с голоду сидеть в покое, попадали к лисе на низ. Что ж, кумушка, тотчас их съела и поученья не допела. Читатель, не дивись, кто добр поистине, не расплажая слова, в молчание тот добро творит, а кто про доброту лишь в уши всем жужжит, тот часто только добр насчет другого, за тем, что в этом нет убытка никакого. На деле же почти такие люди все сродни моей лисе. Мирская сходка Какой порядок не затей, но если он в руках бессовестных людей, они всегда найдут уловку, чтоб сделать там, где им захочется сноровку. В овечье старосты у льва просился волк. Стараньем кумушки лисицы словцо о нем замолвлено у львицы, но так как о волках худой на свете толк, и не сказали бы, что смотрит лев на лицы, то велено звериный весь народ созвать на общий сход и расспросить того другого, что волки доброго он знает иль худого. Исполнен и приказ все звери созваны. На сходке голоса чин-чином собраны, но против волка нет ни слова, и волка велено в овчарню посадить. Да что же овцы говорили? На сходке, ведь они уж верно были, вот то-то нет, овец-то и забыли, а их-то бы всего нужнее спросить. Демьянова уха Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай. Соседушка, я сыт по горло, нужды нет, еще тарелочку, послушай, ушица, ей же ей на славу сварена. Я три тарелки съел, и полно что за счеты, лишь стало бы охоты, а то во здравье ешь до дна, что за уха, да как жирна, как будто янтарем подернулась она. Потеже, миленький дружочек, вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек, еще хоть ложечку, да кланяйся, жена. Так подчевал сосед Демьян соседа Фоку, и не давал ему ни отдыху, ни сроку, а с Фоки уж давно катился градом пот, однако же еще тарелку он берет, сбирается с последней силой и очищает всю. Вот друга я люблю, скричал Демьян, зато уж чванных не терплю, но слушай же еще тарелочку, мой милой. Тут бедный Фока мой, как не любил уху, но от беды такой, схватя в охапку кушак и шапку, скорее без памяти домой, и с той поры к Демьяну ни ногой. Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь, но если помолчать во время не умеешь и ближнего ушей ты не жалеешь, то веды, что твои и проза и стихи коснее будут всем Демьяновой ухи. Мыш и крыса Соседка, слышала ли ты добрую молву? Вбежавши крысе мыс сказала, ведь кошка, говорят, попалась в когти льву? Вот отдохнуть и нам пора настала. Не радуйся, мой свет, и крыса говорит в ответ, и не надейся по-пустому. Коль до когтей у них дойдет, то верно льву не быть живому, сильнее кошки зверя нет. Я сколько раз видал, приметь это сами, когда боится трус кого, то думает, что на того весь свет глядит его глазами. Чиж и голубь Чижа захлопнула злодейка западня, бедняжка в ней рвался и метался, а голубь молодой над ним же издевался. Водолазы нестыдно говорит, средь бела дня попался. Не провели бы так меня, за это я ручаюсь смело. Он смотришь, тут же сам запутался в селок. И дело, вперед чужой беде не смейся, голубок. Водолазы какой-то древний царь впал страшное сомнение. Не более ль вреда, чем пользы от наук? Не расслабляет ли сердец и рук ученье? И неразумнее ль поступит он, когда ученых всех из царства вышлет вон? Но так как этот царь, свой украшая трон, душой всей родил своих народов счастью, и для того не делал ничего по прихоти или по пристрастью, то приказал собрать совет, в котором всякий бы, хоть слогом не кудрявым, но с толком лишь согласно здравым, свое представил. Да или нет? То есть ученым вон из царства убираться или по-прежнему в том царстве оставаться? Однако ж, как совет не толковал, кто сам свой голос подавал, кто голос подавал работы секретарской, всяк только дело затемнял и в нерешимости запутывал ум царской. Кто говорил, что не ученье тьма, что не дал бы нам бог ума ни дара постигать вещей небесных, когда бы он хотел, чтоб человек не более разумел животных бессловесных, и что согласно с целью сей ученье к счастью ведет людей? Другие утверждали, что люди от наук лишь только хуже стали, что все ученье бред, что от него лишь нравом бред, и что за просвещением след сильнейшее на свете царство пали короче с обеих сторон и делало выводя и вздоры бумаги и списали горы. А о науках спор остался нерешен. Царь сделал более, созвав отсюда он разумников, из них установил собрание и о науках спор им предложил на суд. Но способ был и этот худ. за тем, что царь им дал большое содержание. Так в голосах между собой разлад для них был настоящий клад. Если бы и в волю дали, они б доныне толковали, дожалованье брали. Но так как царь казною не шутил, то он, приметя то, их скоро распустил. Меж тем час от часу впадал в сомненье боле. Вот как-то вышел он, сей мыслью занят в поле и видит пред собой пустынника с седою бородой и с книгою в руках большой. Пустынник важный взор имел, но не угрюмый. Приветливость и доброта улыбкой его украсили уста, а на челе следы глубокой видной думы. Монарх с пустынником вступает в разговор и, видя в нем познания несчетны. Он просит мудреца решить тот важный спор. Науки более полезны или вредны? Царь, старец отвечал, позволь, что пред тобой открыл я притчей упростой, что размышления мне внушили многолетны. И с мыслями собравшись начал так. На берегу близ моря жил в Индии рыбак, проведший долгий век и бедности и горя. Он умер и троих оставил сыновей. Но дети видя, что с нуждою они кормились от сетей, и ремесло отцовско ненавидя, брать дань богатее задумали с морей, не рыбой жемчугами. И зная плавать и нырять, ту подать доправлять пустились сами. Однако ж был успех различен всех троих. Один ленивее других всегда по берегу скитался. Он даже не хотел ни ног мочить своих. И жемчугу того лишь дожидался, что выбросит к нему волной. А с леностью такой едва-едва питался. Другой трудов немало не жалея и выбирать умея себе по силе глубину, богатых жемчугов нырял искать по дну и жил сейчас на богатея. Но третий алчностью к сокровищам томим, так рассуждал с собой самим. Хоть жемчуг находить близ берега и можно, но кажется, каких сокровищ ждать не должно, когда бы удалось а мне достать морское дно на самой глубине. Там горы может быть богат несчетных, кораллов, жемчугу и камней самоцветных, которые стоит лишь достать и взять. Свой мыслью, клянясь, безумец вскоре в открытое пустился море и, выбрав, где была чернее глубина, в пучину кинулся, но, поглощенный ею за дерзость не доставши дна, он жизнью заплатил своею. «О, царь!» промолвил тут мудрец, «хотя в ученье зрим мы долгих благ причину, но дерзкий ум находит в нем пучину и свой погибельный конец, лишь с разницей тою, что часто в гибель он других влечет с собой». «Госпожа и две служанки» У барыни старушки кропотливой, неугомонной и брезгливой, две были девушки, служанки, коих часть была с утра и до глубокой ночи, рук не покладывая прясть. Не стало бедным девкам мочи, им будни, праздник, все равно, нет угомона на старуху. Днем перевесть она не даст запряжей духу, с зарей, где спят еще, а уж у них давно пошло плясать веретено. Быть может, иногда б старуха опоздала, да в доме том проклятый был петух. Лишь он вспоет, старуха встала, накинет на себя шубейку и треух, у печки огонек вздувает, бредет, ворча, к прядильщицам в покой, расталкивает их костлявой рукой, а заупрямятся клюкой, и сладкий на заре их сон перерывает. Что будешь делать с ней? Бедняжки морщатся, зевают, жмутся, и с теплую постелью своей, хотя не хочется, расстаются. На завтре опять лишь прокричит петух, у девушек с хозяйкой сказка та же, их будят и морят на пряже. Добро же ты, нечистый дух, сквозь зубы пряхи те на петуха ворчали, без песен бы твоих мы верно боли спали, уж над тобою быть греху. И выбравшие случай без сожаления свернули девушки головку петуху. Ну что ж, они себе тем ждали облегчения. Он в деле вышел оборот совсем не тот. То правда, что петух уж боли не поет, злодеей их не стало. Да барыня, боясь, чтоб времени пропало, чуть лягут, не дает почти свисти им глаз. И рано так будить их стало всякий раз, как рано петухи и сроду не певали. Тут поздно девушки узнали, что из огня они да в пол имя попали. Так выбраться, живая из хлопот, нередко человек имеет участь ту же. Одни лишь только с рук сживет. Глядишь, другие нажил хуже. Камень и червяк Как расшумелся здесь, какой невежа, про дождик говорит на Ниве камень лежа. А рады все ему, пожалуй, посмотри, и ждали так, как гостя дорогого. А что же сделал он такого? Всего-то шел в часа два-три. Пускай же обо мне расспросят. Так я уж веки здесь, тих, скромен завсегда, лежу смирнехонько, куда меня не бросит. А не слыхал себе спасибо никогда, недаром право свет поносит. В нем справедливости не вижу я никак. Молчи, сказал ему червяк. Сей дождик, как его не кратко было время, лишенную засухой сил, обильно Ниву напоил, и земледельца он надежду оживил, а ты на Ниве сей. пустое только бремя. Так хвалится иной, что служит сорок лет, а проку в нем, как в этом камне, нет. Медведь у пчел Когда-то о весне зверями в надсмотрщике медведь был выбран над ульями. Хоть можно б выбрать тут другого поверней, за тем, что к меду мишка падок, так не было б оглядок. Да спрашивай ты толку у зверей, кто к ульям не просился, с отказом отпустили всех. И как на смех, тут мишка очутился, а он вышел грех. Мой мишка потаскал весь мед в свою берлогу, узнали, подняли тревогу, по форме нарядили суд, отставку мишке дали и приказали, чтоб зиму пролежал в берлоге старый плут. Решили, справили, скрепили, но меду все не воротили, а мишенька и ухом не ведет. Со светом мишка распрощался, в берлогу теплую забрался и лапу с медом там сосет, да у моря погоды ждет. зеркало и обезьяна мартышка в зеркале увидя образ свой тихохонько медведя толк ногой смотри-ка говорит кум милый мой что это там за рожа какие у нее ужимки и прыжки я удавилась бы с тоски когда на нее хоть чуть была похожа а ведь признайся есть из кумушек моих таких кривляк пять-шесть я даже их могу по пальцам перечесть чем кумушек считать трудиться не лучше на себя кума обратиться ей мишка отвечал но мишенькин совет лишь попусту пропал таких примеров много в мире не любит узнавать никто себя в сатире я даже видел то вчера что климыч на руку нечист все это знают про взятки климычу читают а он украдкою килает на Петра Комар и пастух пастух под тенью спал надеяся на псов примете то змея из-под кустов ползет к нему вон высунувши жало и пастуха на свете бы не стало но сжаляся над ним комар что было сил сонливца укусил проснувшийся пастух змею убил но прежде комара с просонья так хватил что бедного его как не бывало таких примеров есть немало коль слабый сильному хоть движимый добром открыть глаза на правду покуситься того и жди что тоже с ним случится что с комаром крестьянин и смерть набрав валежнику порой холодный зимный старик иссохший весь от нужды и трудов тащился медленно к своей лачуге дымной кряхтя и охая под тяжкой ношей дров нес нес он их и утомился остановился на землю с плеч спустил дрова долой присел на них вздохнул и думал сам с собой куда я беден боже мой нуждаюся во всем к тому жена и дети а там подушная боярщина оброк и выдался когда на свете хотя один мне радостный денек в таком унынии на свой пеняя дорог зовет он смерть она у нас не за горами а за плечами явилась вмиг и говорит зачем ты звал меня старик увидевший ее свирепую осанку едва промолвить мог бедняка торопев я звал тебя коль не во гнев чтоб помогла ты мне поднять мою вязанку из басни сей нам видеть можно что как бывает жить не тошно а умирать еще тошней рыцарь какой-то рыцарь в старину задумавший искать великих приключений собрался на войну против колдунов и против привидений сделал латы и велел крыльцу подвесть коня но прежде нежели в седло садиться он долгом щел к коню сей речью обратиться послушай речевой и верный конь меня ступая через поля через горы через дубравы куда глаза твои глядят как рыцарский закон нам велят и путь отыскивай в храм славы когда аж карачунов я злобных усмирю супружество княжну китайскую добуду и царство два-три покорю тогда трудов твоих мой друг я не забуду с тобой всю славу разделю конюшню как дворец огромный построить для тебя велю а летом отведу луга тебе поемный теперь знаком ты малый с овсом тогда ж пойдет у нас и во всем ячмень твой будет корм сыта медово пойло тут рыцарь прыг в седло и бросил повода а лошадь молодца не езди никуда прям мёхонько примчало в стойло тень и человек шалун какой-то тень свою хотел поймать он к ней она вперед он шагу прибавлять она туда он наконец бежать но чем он притче тем и тень скорее бежала все не даваясь будто клад вот мой чудак пустился вдруг назад а глянется а тень за ним уж гнаться стала красавицы слыхал я много раз вы думаете что нет права не про вас а что бывает тоже с фортуной у нас иной лишь труд и время губит стараяся настичь ее из силы всей другой как кажется бежит совсем от ней так нет затем она сама гоняться любит крестьянин и топор мужик избу рубя на свой топор озлился пошел топор в худых мужик взбесился он сам нарубит вздор а виноват во всем топор бронить его хоть как мужик найдет причину негодный он кричит однажды с этих пор ты будешь у меня обтесывать ты чину а я с моим умениями трудом притом с досужестью моею знай без тебя пробавиться умею и сделаю простым ножом чего другой не срубит топором рубить что мне велишь моя такая доля смиренно отвечал топор на окой к злой и так хозяин мой твоя святая воля готов готов тебе всячески служить да только ты смотри что после не тужить меня ты попусту иступишь а все ножом избы не срубишь лев и волк лев убирал за завтраком ягненка а собачонка вертясь вкруг царского стола у льва из-под когтей кусочек урвала и царь зверей то снес не огорчась немало она глупая еще и молода была увидя то на мысли волку вспала что лев конечно не силен коль так смеен и лапу протянул к ягненку так же он а он вышла с волком худо он сам ко льву попал на блюдо лев растерзал его примолвя так дружок напрасно смотря на собачку ты вздумал что тебе я так же дам потачку она еще глупа а ты уж не щенок собака человек кошка и сокол собака человек да кошка да сокол друг другу поклялись однажды в дружбе вечной нелестный искренний чистосердечный у них был общий дом едва не общий стол клялись делить они и радость и заботу друг другу помогать друг за друга стоять и если надо друг за друга умирать вот как-то вместе все отправились на охоту мои друзья далеко от дому отбились умаялись утомились и отдохнуть пристали у ручья тут задремали все кто лежа кто и сидя как вдруг из лесу шесть на них медведь разину впасть беду такую видя сокол на воздух кошка в лес и человек тут с жизнью бы простился но верный пес со зверем злым барахтаться схватился в него вцепился и как медведь его жестоко не ломал как не ревел от боли и от злости пес прохватя его до кости повис на нем и зуб не разжимал доколе с жизнью всех сил не потерял а человек к стыду из нас не всякой сравниться в верности с собакой пока медведь был занят дракой он подхватя ружье свое с собой пустился без души домой на языке легка и ласка и услуга но в нужде лишь узнать прямого можно друга так редки таковы друзья и то сказать как часто видел я что так как в басне сей был верный пес оставлен как тот кто из хлопот был другом выручен избавлен его же покидал в беде его же и ругал везде подагра и паук подагру с пауком сам ад на свет родил слух этот ла фонтен по свету распустил не стану я за ним вывешивать и мерить насколько правды тут и как и почему при том же кажется ему зажмурить в басне можно верить и стало нет сомнения в том что адом рождены подагра с пауком как выросли они и подоспело время пристроить деток к должностям для доброго отца большие дети время пока они не по местам то отпуская в мир их к нам сказал родитель им подите вы детушки на свет и землю разделите надежда в вас большая есть чтобы вы мою поддержите там честь и оба людям вы равно надоедите смотрите же отсели наперед кто что из вас в удел себе возьмет вон видите ли вы пышные чертоги а там вон хижины убоги в одних простор довольство красота в других и теснота и труд и нищета мне хижин ни за что не надо сказал паук а мне не надо б на палат подагр говорит пусть в них живет мой брат в деревне от аптек подали жить я рада а то меня там станут доктора гонять из каждого богатого двора так смолвись брат сестрой пошли явились в мире великолепнейшей квартире паук владение себе отмежевал по штофам пышным расцвеченным и по карнизам золоченым он паутину разослал и мух бы вдоволь нахватал но к рассвету едва с работой убрался пришел и щеткою все смел слуга долой паук мой терпелив он к печке перебрался оттоли паука метлой туда сюда паук бедняжка мой но где основу не натянет или щетка или крыло везде его достанет и всю работу изорвет осмеют и его частехонько слетет паук в отчаянии из загород идет увидеться с сестрицей чай в селах говорит живет она царицей пришел а бедная сестра у мужика несчастней всякого на свете паука хозяин с ней сено косит и рубит с ней дрова и воду с ней носит примета у простых людей что чем подагру мучишь более тем ты скорее избавишься от ней нет братец говорит она не жизнь не в поле а брат тому и рад он тут же с ней уделом обменялся вполз в битву к мужику с товаром разобрался и не боясь ни щетки ни метлы заткал и потолок и стены и углы подагра же тотчас в дорогу простилася с селом в столицу прибыла и в самый пышный дом к превосходительству седому села в ногу подагре рай пошло жить делу старика не сходит с ним она отдала из пуховика тех пор с сестрой у брат уж боли не видался всяк при своем у них остался доволен участью равно паук по хижинам пустился неопрятным подагра же пошла по богачам и знатными и оба делают умно лев и лисица лиса не видя сроду льва с ним встретись со страстей осталась чуть жива вот несколько спустя в пять ей лев попался но уж не так ей страшен показался а третий раз потом лиса и в разговор пустила львом иного так же мы боимся поколь к нему не приглядимся хмель хмель выбежал на огороде и в круг сухой тычинки лиса стал а в поле близко дуб молоденький стоял что в этом пользы есть уроди да и во всей его природе так про дубок тычинки хмель жужжал ну как его сравнить с тобой ты барыня пред ним одной лишь примизною хоть листьям правда он одет да что за жесткость что за цвет за что его земля питает меж тем едва неделя протекает хозяин на дрова тычинку ту сломил а в огород дубок пересадил и труд ему с большим успехом удается дубок и принялся и отпрыски пустил посмотришь около него мой хмель ужьется и дуба от него вся честь и похвала такие ж у стеца поступки и дела он на тебя несет тьму небылиц и бредней и как ты хочешь так трудись но у него в хороших быть не льстись а только в случай попадись он первый явится в передней слон случая когда-то случай слон попал у льва в минуту по лесам прошла о том молва и так как водится пошли догадки чем в милость втерся слон не то красив не то забавен он что за прием что за ухватки толкуют звери меж собой когда бы говорит вертя хвостом лисица был у него пушистый хвост такой я не удивилась бы или сестрица сказал медведь хотя бы по когтям он сделался случайным никто того не счел бы чрезвычайным да он и без когтей то всем известно нам да не вошел ли он случай клыками вступился в речи хвост уж не сочлили их рогами так вы не знаете сказал осел ушами хлопая чем мог он полюбиться и в знать добиться а я так отгадал без длинных бы ушей он в милость не попал нередко мы хотя того не примечаем себя в других охотно величаем туча над изнуренной от зноя стороною большая туча пронеслась ни каплю ее не освежа одною она большим дождем над морем пролилась и щедростью своей хвалилась пред горою что сделала добра ты щедростью такую сказала ей гора и как смотреть на то не больно когда бы на поля свой дождь ты пролила ты область целую от голода спасла а в море без тебя мой друг воды довольна клеветник и змея напрасно про бесов болтают что справедливости совсем они не знают а правду тоже они нередко наблюдают я и пример тому здесь приведу по случаю какому-то в аду змея с клеветником в торжественном ходу друг другу первенства оставить не хотели и зашумели кому из них идти приличней наперед а в аде первенства известно тот берет кто ближнему наделал больше бед так в споре сём и жарком и немалом перед змеёю клеветник свой выставлял язык а перед ним змея своим хвалилась жалом шипела что нельзя биды нести и силилось его переползти вот клеветник было за нею очутился но Вильзеву не потерпел того он сам спасибо за него ступился и осадил назад змею сказан хоть я твои заслуги признаю но первенства ему по правде отдаю ты зла твое смертельно жало опасно ты когда близка кусаешь дедыны бетони мало но можешь ли язык ты так издалека как злой язык клеветника от коего нельзя спастись ни за горами ни за морями так стало он тебя вредней ползи же ты за ним и будь вперед смирней тех пор клеветники в аду почетней змей фортуна и нищий со стертою и ветхою сумой бедняжка нищенький под оконем таскался и жаваясь на жребий свой нередко удивлялся что люди живучи в богатых теремах по горло в золоте в довольстве и сластях как их карманы не набиты еще не сыты и даже до того что без пути алкая и нового богатства добывая лишаются нередко своего всего он бывший например того хозяин дому пошел счастливо торговать расторговался в пух тут чем бы перестать и до стальной свой век спокойно доживать а промысел оставить свой другому он в море корабли отправил по весне ждал горы золота но корабли разбило сокровище его все море поглотило теперь он не на дне и видел он себя богатым как во сне другой тот в откупа опустился и нажил было миллион да мало захотел его удвоить он забрался по уши и вовсе разорился короче тысячи таких примеров есть и по делам знай честь тут нищему фортуна вдруг предстала и говорит ему послушай я помочь давно тебе желала червонцев кучу я сыскала подставь свою сумму ее насыплю я да только с уговором все будет золото сумму что попадет но если из сумы что на пол упадет то сделается ссором смотришь я наперед тебя сегла мне велено хранить условия наши строго сумма твоя ветха не забирайся много чтобы вынести она могла едва от радости мой нищий дышит и под собой земли не слышит расправил свой кошель и щедрой рукой тут полился в него червонцев дождь золотой сумма становится уж тяжеленько довольны нет еще не треснуло б не бойся смотри ты крезом стал еще еще маленько хоть горсточку прибрось эй полно посмотри сумма ползет уж в рось еще щепоточку но тут кошель прорвался рассыпалась казна и обратилась в прах фортуна скрылась одна с ума в глазах и нищий нищеньким по-прежнему остался лягушка и юпитер живущая в болоте под горой лягушка на гору весной переселилась нашла там тенистый лощинке уголок и завела домок под кустиком тени меж травки как раек однако им она недолго веселилась настало лето с ним жары и дачи квакушки так сделались сухи что ног не замоча по ним бродили мухи о боги морется лягушка из норы меня вы бедную не погубите и землю вровень хоть с горою затопите чтобы в моих поместьях никогда не высыхала бы вода лягушка вопит безумолку и наконец юпитера бронит что нету в нем ни жалости ни толку безумная юпитер говорит знать не был он тогда сердит как квакать попусту тебе охота и чем мне для твоих затей перетопить людей не лучше вниз тебе стащиться до болота на свете много мы таких людей найдем которым все кроме себя постыло а кои думают лишь мне было одно было а там весь свет горе огнем лиса строитель какой-то лев большой охотник был докур однако ж у него они водились худо да это и не чудо к ним доступ был свободен чересчур таких то крали то сами куры пропадали чтобы этому помочь убытку и печали построить вздумал лев большой курятный двор и так его ухитить и уладить чтобы воров совсем отвадить а курам было в нем довольство и простор вот льву доносят что лисица большая строить мастерица и дело ей поручено с успехом начато и кончено оно лисой к нему приложено все и старание и умение смотрели видели строение заглядень а сверх того все есть чего не спросишь тут корм под носом везде натыкана насесток от холоду и жару есть приют и укромонные местечки до наседок вся слава лисоньки честь богатое дано и награждение и тотчас повеление на новоселье кур немедля перевесть но есть ли польза в перемене нет кажется и крепок двор и плотин высок забор а кур час от часу все менее отколь беда придумать не могли но лев велел стеречь кого ж подстерегли таешь лису злодейку хоть правда что она свела строение так чтоб не ворвался в него никто никак да только для себя оставила лазейку напраслина как часто что-нибудь мы сделавши худого кладем вину в том на другого и как нередко говорят когда б не он и в ум бы мне не впало а ежели людей не стало так уж лукавый виноват хоть тут его совсем и не бывало примеров тьма тому вот вам из них один в восточной стороне какой-то был бромин хоть на словах и теплые веры но не таков своим житьем есть и в броминах лицемеры да это в сторону а дело только в том что в братстве он своем один был правило такого другие же все житья святого и что всего ему тошней начальник их был нраву прикрутого так приступить никак устава ты не смей однако мой бромин не унывает вот постный день а он смекает нельзя ли разрешить на сырное тайком достал яйцо полуночи дождался и свечку вздувшую с огоньком на свечке печь яйцо принялся ворочает его легонько у огня не сводит глаз долой и мысленно глотает а про начальника смеясь рассуждает не уличи же ты меня длиннобородый мой приятель яичко съем такие сласть он тут тихонько шесть к бромину в келью надзирать и видя грех такой ответ тут требует он грозно улика налицо и запираться поздно прости отец святой прости мое ты прегрешение так взмолится бромин сквозь слез и сам не знаю я как впал во искушение ах наустил меня проклятый бес а тут бесенок из-за печки не стыдно ли кричит всегда клепать на нас я сам лишь у тебя учился сей же час и право вижу в первый раз как яйца пекут на свечке фортуна в гостях наукаризну мы фортуне тароватый кто не в чинах кто не богат за все про все ее бронят а поглядишь так сами виноваты слепое счастье шатаясь меж людей не вечно у вельмож гостит и у царей оно и в хижине твоей быть может погостить когда-нибудь пристанет лишь время не терять умей когда оно к тебе заглянет минута с ним одна кто ею дорожит терпенье годы наградит когда ж ты не умел при счастье поживиться то не фортуне ты себе зато пеняй и знай что может век она к тебе не возвратиться домишко старенький край города стоял три брата жили в нем и не могли разжиться ни в чем им как-то не спариться кто что из них не затевал все остается без успеха везде потеря или помеха по их словам вина фортуны в том была вот невидимкой к ним фортуна забрела и тронувшись их бедностью большой им помогать решилась всей душой какие бы они не начали дела и прогостить у них все лето все лето шутка ль это пошли у бедняков дела другой статьей один из них хоть был торгаш плохой а тут что не продаст не купит барыш на всем большой он слупит забыл совсем что есть наклад и скоро стал как крес богат другой приказ пошел иною бы порою завязан в писарях своею головою теперь ему со всех сторон удача что даст обед что сходит на поклон или чин или место схватит он посмотришь у него деревня дом и дача теперь вы спросите что ж третий получил ведь верно и ему фортуна помогала конечно с ним она почти не отдыхала но третий брат все лето мух ловил и так счастливо что диво не знаю прежде он бывал ли в том город а тут труды его не втуне как не взмахнет рукой благодаря фортуне ни разу промаху не даст вот гостья между тем у братьев нагостилась и далее в путь пустилась два брата в барышах один из них богат другой еще при том в чинах а третий брат клянет судьбу что он фортуной злою оставлен лишь сумою читатель будь ты сам судьею кто ж в этом виноват волк и пастухи волк близко обходя пастуший двор и видя сквозь забор что выбрав лучшего себе барана в стаде спокойно пастухи барашка потрошат а псы смирнехонько лежат сам молвил про себя прочь уходя в досаде какой бы шум вы все здесь подняли друзья когда бы это сделал я кукушка и горлинка кукушка на суку печально куковала что кукушка ты так грустна ей светки ласково голубка ворковала или о том что миновала у нас весна и с ней любовь спустилась солнце ниже и что к зиме мы стали ближе как бедной мне не горевать кукушка говорит будь ты сама судьей любила счастливая нынешней весной и наконец я стала мать но дети не хотят совсем меня и знать такое ли чаяло от них я платы и не завидно ли когда я погляжу как увиваются в круг матери утяты как сыплет курица дождем позву цыпляты а я как сирота одним одна сижу и что есть детская приветливость не знаю бедняжка а тебе сердечно я страдаю меня бы не любовь детей могла убить хотя пример такой нередок скажи так стало ты уж вывела и деток когда же ты гнездо успела свить я этого и не видала ты все порхала долетала вот вздор чтоб столько красных дней в гнезде я сидя растеряла уже это было бы всего глупее я яйца всегда в чужие гнезда клала какой же хочешь ты и ласки от детей ей горлинка на то сказала отцы и матери вам бать не сей урок я рассказал ее не детям безвинения к родителям в них непочтение и не любовь всегда порог но если выросли они в разлуке с вами и вы их верили наемничьим рукам не вы ли виноваты сами что старости от них утехи мало вам гребень дитя и маменька расчесывать головку купила частый гребешок не выпускает вон дитя из рук обновку играет и твердит из азбуки урок свои все кудри золотые волнистые барашком завитые и мягкие как тонкий лен любуясь гребешком расчесывает он и что за гребешок не только не теребит нигде он даже не зацепит так плавен гладок в волосах нет гребней цены у мальчика в глазах случись однако же что гребень затерялся зарезвился мой мальчик заигрался склокотил волосы копной лишь няня к волосам дитя подымет твой где гребень мой и гребень отыскался да только в голове ни взад он ни вперед лишь волосы до слез дерет какой ты злой гребнишка кричит мальчишка а гребень говорит мой друг все тот же я да голова всклокочена твоя однако ж мальчик мой от злости и досады закинул гребень свой в реку теперь им чешутся наяды видал я на своем веку что так же с правдой поступают поколя совесть в нас чиста то правда нам мила и правда нам свята ее и слушают и принимают но только стал кривить душой то правду дали от ушей и всякий как дитя чесать волос не хочет когда их склочит скупой и курица скупой несла курицу он в ней достанет клад и так забыв ее к себе благодеяние неблагодарности не побоясь греха ее зарезал он и что же воздаяние он вынул из нее простые потроха две бочки две бочки ехали одна с вином другая пустая вот первая себе без шуму и шажком плетется другая вскач несется от ней по мостовой стукотня и гром и пыль столбом прохожий к стороне скорее от страху жмется ее заслышавший издалека но как-то бочка не громка а польза в ней не так как в первой велика кто про свои дела кричит всем безумолку в том верно мало толку кто делав истинно тих часто на словах великий человек лишь громок на делах и думает свою он крепко думу без шуму алкид алкид алкмен и сын столь славный мужеством и силою чудесной однажды проходя меж скал и меж стремнин опасная стезей тесной увидел на пути свернувшись будто еж лежит чуть видное не знает что такое он раздавить его хотел пятой и что ж оно раздулося и стало боле вдвое от гневу вспыхнув тут алкид тяжелый палец из своей его разит глядит оно страшней становится лишь с виду толстеет бухнет и растет застанавляет солнца свет и заслоняет путь с собой весь алкиду он бросил палец и перед чудом сим стал в удивлении недвижим тогда ему афина вдруг предстала оставь напрасный труд мой брат она сказала чудовищу сему название раздор нетронуто его едва приметит взор но если с ним кто вздумает сразиться оно от брани лишь тучнее становиться и вырастает выше гор апеллес и ослив осленок кто самолюбием через меру поражен тот мил себе и в том чем он другим смешон и часто тем ему случается хвалиться чего бы должен он стыдиться с осленок с осленком встретить апеллес зовет к себе осленка в гости в осленке заиграли кости осленок хвостовством весь душит лес и говорит зверям как апеллес мне скучен я им размучен ну все зовет к себе где с ним не встречусь я мне кажется мои друзья намерен он с меня писать пегаса нет апеллес сказал случайся близко тут намерясь писать медаса в суд хотел с тебя списать я уши для медаса и коль пожалуешь ко мне я буду рад ослиных мне ушей и много хоть встречалось но этаких какими ты богат не только у ослят ни даже у ослов мне видеть не случалось охотник как часто говорят в делах еще успею но надо признаться в том что это говорят спросяся не с умом а с ленностью своею и так коль дело есть скорее его кончай или после на себя раб щи не на случай когда оно тебя застанет незначай на это басню вам скажу я как умею охотник взяв ружье патронницу суму и друга верного по нраву и обычаю гектора в лес пошел за дичью не зарядя ружья хоть был совет ему чтоб зарядил ружье он дома вот вздор он говорит дорога мне знакома на ней ни воробья не видел я родясь до места ж ходу целый час так зарядить еще успею я сто раз ну что ж лишь вон изжила как будто бы над ним фортуна подшутила по зерку гуляют утки целым стадом и нашему б тогда стрелку легко с полдюжины одним зарядом убить и на неделю с хлебом быть когда б не отложил ружья он зарядить теперь к заряду он скорее только утки на это чутки пока с ружьем возился он они вскричали встрепенулись взвелись и за леса веревкой потянулись а там из виду скрылись вон напрасно по лесу стрелок потом таскался ни даже воробей ему не попадался а тут к беде еще беда случись тогда ненастье и так охотник мой измокший весь пришел домой с пустой сумой а все-таки пенял не на себя на счастье мальчик и змея мальчишка думая поймать угря схватил змею и воззревшись от страха стал бледен как его рубаха змея на мальчика спокойно посмотря послушай говорит коль ты умней не будешь то дерзость не всегда легко тебе пройдет на сей раз бог простит но берегись вперед и знай с кем шутишь пловец и море на берег выброшен кипящей волной пловец усталости в сон крепкий погрузился потом проснувшись он море клясть пустился ты говорит всему виной своей лукавой тишиной маня к себе ты нас прельщаешь из-за маня нас в безднах поглощаешь тут море на себя взяв амфитриды вид пловцу являся говорит на что винишь меня напрасно плыть по водам моим не страшно не опасно когда свирепствуют морские глубины виной тому одни эоловы сыны они мне не дают покою когда не веришь мне то испытай собою как ветры будут спать отправь ты корабли я неподвижнее тогда земли и я скажу совет хорош не ложно доплыть на парусах без ветру невозможно осел и мужик мужик на лето в огород наняв осла приставил ворон и воробьев гонять нахальный род осел был самых честных правил ни с хищностью ни с кражей не знаком не поживился он хозяйским нелестком и птицам грех сказать чтобы давал потачку но мужику барыш был с огорода плох осел гоняя птиц со всех ослиных ног по всем грядам и вдоль и поперек такую поднял скачку что в огороде все примял и притоптал увидя тут что труд его пропал крестьянин на спине ослиной убыток выместил дубиной и ништо все кричат скотине по делам с его люмом за это дело браться а я скажу не с тем чтоб за осла вступаться он точно виноват с ним сделан и расчет но кажется неправ и тот кто поручил ослу стеречь свой огород волк и журавль что волки жадны всякий знает волк евший никогда костей не разбирает зато на одного из них пришла беда он костью чуть не подавился не может волк не охнуть не вздохнуть пришло хоть ноги протянуть по счастью близко тут журавль случился вот коль как знаками стал волк его манить и просит горю пособить журавль свой нос по шею засунул к волку в пасть и с трудностью большей кость вытащил и стал за труд просить ты шутишь зверь вскричал коварный тебе за труд ах ты неблагодарный а это ничего что свой ты долгий нос из глупой головой из горла цел унес поди ж приятель убирайся доберегись вперед ты мне не попадайся пчела и мухи две мухи собрались лететь в чужие краи и стали подзывать с собой туда пчелу им насказали попугай о дальних сторонах большую похвалу при том же им самим казалось обидно что их на родине своей везде гоняют из гостей и даже до чего как людям то не стыдно и что они за чудаки что чтобы поживиться вы летите вы летите куда хотите везде вам будет счастье тоже не будете друзья нигде не быв полезны вы непочтенны нелюбезны а рады пауки лишь будут вам и там муравей а тем вошел в такую славу он в муравейнике своем что только и речей там было что о нем я лишние хвалы считаю за траву но этот муравей был не такого нраву он их любил своим ихчванством мерил и всем им верил а ими наконец так голову набил что вздумал в город показаться чтоб силой там повеличаться на самый крупный стеном ввоз он к мужику спесиво всполз и въехал в город очень пышно но ах какой для гордости удар он думал на него сбежится весь базар как на пожар а про него совсем не слышно у всякого забота там своя мой муравей то взяв листок потянет то припадет он то привстанет никто не видит муравья уставший наконец тянутся выправляться с досадою барбосу он сказал который у воза хозяйского лежал неправда ль надобно признаться что в городе у вас народ без толку и без глаз возможно что меня никто не примечает как не тянусь я целый час окажется у нас меня весь муравейник знает муравейник со стыдом отправился домой так думает иной затейник что он в подсолнечной гремит а он дивит свой только муравейник пастух муравейник муравейник обманчивость морям природну он скоро испытал лишь берег вон из глаз как буря поднялась корабль разбит пошли товары кодну и он на силу спасся сам теперь опять благодаря морям пошел он в пастухи лишь с разницей тою что прежде пас овец своих теперь пасет овец чужих из платы с нуждою однако хоть большую чего не сделаешь терпением и трудом не спив того не съев другого скопил денежонок он завелся стадом снова и стал опять своих овечек пастухом вот некогда на берегу морском при стаде он своем в день ясный сидя и видя что на море едва колышется вода так море присмирело и плавно с пристани бегут по ней сюда мой друг сказал опять ты денег захотела но ежели моих пустое дело ищи кого иного ты провесть от нас тебе была уж честь посмотрим как других заманишь а от меня вперед копейки не достанешь баснь эту лишним я почел бы толковать но как здесь к слову не сказать что лучше верного держаться чем за обманчивой надеждой гоняться найдется тысячу несчастных от нее на одного кто не был ей обманут а мне что говорить не станут я буду все твердить свое что впереди бог весть а что мое мое крестьянин и змея к крестьянину вползла змея и говорит сосед начнем жить дружно теперь меня тебе стереться уж не нужно ты видишь что совсем другая стала я и кожу нынешней весной переменила однако ж мужика змея не убедила мужик схватил обух и говорит хоть ты в новой коже да сердце у тебя все тоже и вышиб из соседки дух когда извериться в себе ты дашь причину как хочешь ты меняй личину себя под нею не спасешь и что с змеей с тобой случиться может тоже лисица и виноград голодная кума лиса залезла в сад в нем винограду кисти рделись у кумушки глаза и зубы разгорелись а кисти сочные как яхонты горят лишь то беда висят они высоко отколь и как она к ним не зайдет хоть видит око да зуб не имет пробившись попу стучас целый пошла и говорит досадою ну что ж на взгляд то он хорош да зелен ягодки нет зрелой да час оскобину набьешь овцы и собаки в каком-то стаде у овец чтоб волки не могли их более тревожить положено число собак умножить что ж развелось их столько наконец что овцы от волков то правда уцелели но и собакам надо же есть сперва с овечек сняли шерсть а там по жребию с них шкурки полетели а там осталось всего овец пять-шесть и тех собаки съели медведь в сетях медведь попался в сеть над смертью издали шути как хочешь смело но смерть вблизи совсем другое дело не хочется медведю умереть не отказался бы мой мишкой от драки да весь опутан сетью он а на него со всех сторон рогатины и ружья и собаки так драка не по нем вот хочет мишка взять умом и говорит ловцу мой друг какой виною я проступился пред тобою за что моей ты хочешь головы или веришь клеветам напрасным на медведей что злые они а мы совсем не таковы я например пошлюсь на всех соседей что изо всех зверей мне только одному никто не сделает упрека чтоб мертвого я тронул человека то правда отвечал на то ловец ему хвалю кусопшим я почтение такое зато где случай ты имел живой уж от тебя не вырывался цел так лучше бы ты мертвых ел и оставлял живых в покое мальчик и червяк не льстись предательством ты счастье сыскать у самых тех всегда в глазах предатель низок кто при нужде его не ставит в грех ласкать и первый завсегда к беде предатель близок крестьянина червяк просил его пустить свой сад на лето погостить он обещал вести себя там честно не трогая плодов листочки лишь гладать и то которые уж станут увядать крестьянин судит как пристанище не дать уж лет червяка в саду мне будет тесно пускай его себе живет при том же важного убытку быть не может коль он листочка два-три сгложет позволил и червяк на дерево ползет нашел под веточкой приют от непогод живет без нужды хоть не пышно и про него совсем не слышно меж тем уж золотит плоды лучистый царь вот в самом том саду где так же спеть все стало наливное сквозное как янтарь при солнце яблоко на ветке дозревало мальчишка был давно тем яблоком пленен из тысячи других его заметил он да доступ к яблоку мудрен на яблоню мальчишка лезть не смеет ее тряхнуть он силы не имеет и словом яблоко достать не знает как кто ж в краже мальчику помочь взялся червяк послушай говорит я знаю это точно хозяин яблоки велел снимать так это яблоко обоим нам непрочно однако я берусь его достать лишь поделись со мной себе ты можешь взять против моего хоть в десять раболи а мне и самой малой доли на целый станет век гладать условие сделано мальчишка согласился червяк на яблоню и работать пустился он яблоко в минуту подточил но что ж в награду получил лишь только яблоко упало и семечками съел его мальчишка мой а как за доли исполз червяк долой то мальчик червяка расплющил под пятой и так ни червяка ни яблоко не стало похороны в египте тут тут странник думая что в горести сердечной торвется вся покойника родня скажите говорит не рады бы вы были когда бы его вам воскресили я маг на это есть возможность у меня мы заклинания с собой такие носили покойник оживет вот сейчас отец кричали все обрадуй бедных нас одной лишь милости притом мы просим чтоб суток через пять он умер бы опять в живом в нем не было здесь проку никакого да вряд ли будет и вперед а как умрет то выть по нем наймут нас верно снова есть много богачей которых смерть одна к чему нибудь годна трудолюбивый медведь увидишь что мужик трудяся над дугами их прибыльно сбывает с рук а дуги гнут с терпением и не вдруг медведь задумал жить такими же трудами пошел по лесу трески стук и слышно за версту проказу орешника березника и вязу мой мишка погубил несметное число а не дается ремесло вот идет к мужику он попросить совета и говорит сосед что за причина это деревья таки я ломать могу а не согнул ни одного в дугу скажи в чем есть тут главное умение в том отвечал сосед чего в тебе кум вовсе нет терпение ягненок как часто я слыхал такое рассуждение по мне пускай что хочешь говорят лишь был бы я в душе не виноват нет надобно еще умение коль хочешь в людях ты себя не погубить и доброю наружность сохранить красавицы вам знать всего нужнее что слава добрая вам лучше всех прекрас и что она у вас весеннего цветка нежнее как часто и душа и совесть в вас чиста но лишний взгляд словцо одна неосторожность язвить злословью вас дает возможность и ваша слава уж не та уже ли не глядеть уже ли не улыбаться не то я говорю но только всякий шаг вы свой должны обдумать так чтобы было не к чему злословью и придраться анюточка мой друг я для тебя и для твоих подруг придумал басенку пока еще ребенком ты вытверди ее не ныне так вперед с нее сберешь ты плод послушай что случилось с ягненком поставь свою ты куклу в уголок рассказ мой будет короток ягненок с дуру надевший волчью шкуру пошел по стаду в ней гулять ягненок лишь хотел пощеголять но псы увидевши по весу подумали что волк пришел из лесу вскочили кинулись к нему свалились ног и прежде нежели опомниться он мог чуть по клочкам его не расхватили по счастью пастухи узнав его отбили но побывать у псов не шутка на зубах бедняжка от такой тревоги на силу доволок в овчарню ноги а там он стал хереть потом совсем зачах и простонал весь век свой безумолко а если бы ягненок был умен и мысли бы боялся он похожим быть на волка совет мышей когда-то вздумалось мышам себя прославить и несмотря на кошек и котов свести с ума всех ключниц поваров и славу о своих делах трубить заставить от погребов до чердаков а для того совет назначено составить в котором заседать лишь тем у коих хвост длиной во весь их рост примета у мышей что тот чей хвост длиннее всегда умнее и расторопнее везде умно ли то теперь мы спрашивать не будем при том же об уме мы сами часто судим по платью или по бороде лишь нужно знать что с общего суждения все длиннохвост их брать назначено в совет у коих же хвоста к несчастью нет хотя бы лишились их они среди сражения но так как это знак или неумения или нераденья таких в совет не принимать чтоб из-за них своих хвостов не растерять все дело слажено повещено собрание как ночь настанет на дворе и наконец в мучном ларе открыто заседание но лишь позаняли места англядь сидит тут крыса без хвоста приметя то седую мышь толкает мышонок молодой и говорит какой судьбой безхвостая здесь с нами заседает и где же делся наш закон дай голос чтобы ее скорее выслать вон ты знаешь как народ безхвостых наш не любит и можно чтобы она полезна нам была когда и своего хвоста не сберегла она не только нас подпольцу все губит а мышь в ответ молчи все знаю я сама да эта крыса мне кума мельник у мельника вода плотину прососала беда б не велика сначала когда бы руки приложить но кстати мельник мой не думает тужить а течь день это дня сильнее становиться вода так бьет как из ведра эй мельник не зевай пора пора тебе за ум хватиться а мельник говорит далеко до беды ни моря надо мне воды и ею мельница повесь мой век богата он спит а между тем вода бежит как из ушата и вот беда пришла совсем стал жорнов мельница не служит хватился мельник мой и охает и тужит и думает как воду уберечь вот у плотины он осматривая течь увидел что к реке пришли напиться куры негодные кричит хохватки дуры я и без вас воды не знаю мне достать а вы пришли ее здесь в досталь допивать и в них поленом хватить какое я сделал тем себе подспорье без кур и без воды пошел в свое подворье видал я иногда что есть такие господа и эта басенка им сделана в подарок которым тысячи не жаль на вздор сорить а думают хозяйству подспорить коль свечки сберегут огарок и рады за него с людьми поднять садом с такою бережью диковинкаль что дом скорешенько пойдет вверх дном булыжник и алмаз потерянный алмаз валялся на пути случилось наконец купцу его найти он от купца царю представлен им куплен в золоте оправлен и украшением стал царского венца узнав про то булыжник развозился блестящую судьбой алмаза он прелестился и видя мужика его он просит так пожалуйста земляк возьми меня в столицу ты с собою а что здесь под дождем и в слякоти я ною а наш алмаз в части как говорят не понимаю я за что он знать попался со мною сколько лет здесь рядом он валялся такой же камень он и мне набитый брат возьми же меня как знать коль там я покажуся то так же может быть на дело пригожуся взял камень мужичок на свой тяжелый воз и в город он его привез валился камень мой и думает что разом засягет рядом он с алмазом но вышел для него случай совсем иной он точно в дело взят но взят для мостовой мот и ласточка какой-то молодец в наследство получа богатое имение спустился в мотовство и при большом родении спустился чисто наконец с одной шубой он остался и то лишь для того что было то зимой так он морозов побоялся но ласточку увидя малый мой и шубу промотал ведь это все чай знают что ласточки к нам прилетают перед весной так в шубе думал он нет нужды никакой к чему в ней кутаться когда во всей природе к весенней клонится приятной все погоде и в северную глушь морозы загноны догадки малого умны да только он забыл пословицу в народе что ласточка одна не делает весны и подлинно опять отколь взялись морозы по снегу хрупкому скрепят обозы из труб столбами дым в оконницах стекло узорами заволокло от стужи малого прошибли слезы и ласточку свою предтечу теплых дней он видит на снегу замерзшую тут к ней дрожа на силу мог он вымолвит сквозь зубы проклятая сгубила ты себя а понадеясь на тебя и я теперь не вовремя без шубы крестьянин и змея когда почтен быть хочешь у людей с разбором заводи знакомства и друзей мужик змею подружился известно что змея умна так вкралась к мужику она что ею только он и клялся и божился тех пор все прежние приятели родня никто к нему ногой не побывает помилуйте мужик пеняет за что вы все покинули меня или угостить жена вас не умела или хлеб соль моя вам надоела нет кум матвей сказал ему в ответ к тебе бы рады мы сосед и никогда ты нас об этом слова нет не огорчил ничем не о печалю но что за радость рассуди коль сидя у тебя того лишь и гляди чтобы твой друг кого подползший не ужалю свинья под дубом свинья под дубом вековым наелась желуди досыта до отвала наевшись выспалась под ним потом глаза продравши встала и рылом подрывать у дуба корни стала ведь это дереву вредит ей с дубу ворон говорит коль корни обнажишь оно засохнуть может пусть сохнет говорит свинья ничуть меня то не тревожит в нем проку мало вижу я хоть век его не будь ничуть не пожалею лишь были б желуди ведь я от них жирею неблагодарная примолвил дуб ей тут когда бы вверх могла поднять ты рыло тебе бы видно было что эти желуди на мне растут невежда так же в ослеплении бронит науки и учения и все ученые труды не чувствуя что он вкушает их плоды паук и пчела по мне таланты те негодны в которых свету пользы нет хоть иногда им и делится свет купец на ярмарку привез плотины они такой товар что надобно для всех купцу на торг пожаловаться грех покупщиков отбою нет у лавки доходит иногда до давки увидев что товар так ходко идет с рук завистливый паук на барыши купца прельстился задумал на продажу ткать купца затеял подорвать и лавочку открыть в окошке сам решился основу основал проткал насквозь всю ночь поставил свой товар на диво засел надувшийся спесива от лавки не отходит прочь и думает лишь только день настанет то всех покупщиков к себе он переманит вот день настал ну что ж проказником метлой смели и с лавочкой долой паук мой бесится с досады вот говорит жди праведной награды на весь я свет пошлюсь чье тонет конье купцова или мое твое кто в этом спорить смеет пчела ответствует известно то давно да что в нем проку коль оно не обивает и не греет лисица и осел от коле умной обредешь ты голова лисица встретяся с ослом его спросила сейчас лишь ото льва ну кумушка куда его девалась сила бывало зарычит так стонет лес кругом и я без памяти бегом куда глаза глядят от этого урода а ныне в старости и дряхлый хил совсем без сил валяется в пещере как колода поверишь ли в зверях пропал к нему весь прежний страх и поплатился он старинными долгами кто мимо льва не шел всяк вымещал ему по-своему кто зубом кто рогами но ты коснуться льву конечно не дерзну лиса осла перерывает вот на осел ей отвечает а мне чего робечь и я его лягнул пускай ослиные копыта знает так так души низкие будь знатен силен ты не смеют на тебя поднять они взгляды но упади лишь с высоты от первых жди от них обиды и досады муха муха и пчела в саду весной при легком ветерке на тонком стебельке качалась муха сидя и на цветке пчелу увидя спесива говорит уж как тебе не лень с утра до вечера трудиться целый день на месте бы твоем я в сутки захерела вот например мое так право райское житье за мною только лишь и дело лететь по балам по гостям и молвить не хвалясь мне в городе знакомы вельмож и богачей все домы когда б ты видела как я пирую там где только свадьба именины из первых я уж верно тут и ем с фарфоровых богатых блюд и пью из хрусталей блестящих сладких вины и прежде всех гостей беру что вздумаю из лакомых сластей при том же жалуя пол нежной в круг молодых красавиц вьюсь и отдыхать у них сажусь на щечке розовой или шейке белоснежной все это знаю я ответствует пчела но и о том дошли мне слухи что никому ты не мила что на перах лишь морщатся от мухи что даже часто где покажешься ты в дом тебя гоняются стыдом вот муха говорит гоняют что ж такое коль выгонят в окно так я влечу в другое змея и овца змея лежала под колодой и злилась она целый свет у ней другого чувства нет как злиться создана уж так она природой ягненок в близости резвился и скакал он о змеи совсем не помышлял вот выпал ши она в него вонзает жало в глазах у бедняка туманно небо стало вся кровь от яду в нем горит что сделал я тебе змея он говорит кто знает может быть ты с тем сюда забрался чтобы раздавить меня шипит ему змея из осторожности тебя караю я ах нет он отвечал из жизни тут расстался в ком сердце так сотворено что дружбы и любви не чувствует оно и ненависть одну ко всем питает тот всякого своим злодеем почитает котел и горшок горшок с котлом большую дружбу свел хотя и познатней породую котел но в дружбе что за счет котел горой засвата горшок с котлом запони брата друг без друга они не могут быть никак с утра до вечера друг с другом неразлучно и у огня им порознь скучно и словом вместе всякий шаг из очага и на очаг вот вздумалось котлу по свету прокатиться и друга он с собой зовет горшок наш от котла никак не отстает и вместе на одну телегу с ним садится пустилися друзья потряской мостовой толкаются в телеге между собой где горки рытвины ухабы котлу безделица горшки натурой слабы от каждого толчка горшку большой наклад однако он не думает назад и глиняный горшок тому лишь рад что он с котлом чугунным так сдружился как странствия их были далеки не знаю но о том я точно известился что цел домой котел с дороги воротился а от горшка одни остались черепки читатель басни сей мысль самая простая что равенство в любви и дружбе вещь святая дикие козы пастух нашел зимой в пещере диких коз он в радости богов благодарит сквозь слез прекрасно говорит ни клада мне не надо теперь мое прибудет вдвое стада и не доем и не досплю а милых козочек к себе я прикормлю и панам заживу у нас во всем полесье ведь пастуху стада что барину поместье он с них оброк волной берет и масло и сыры скопляет подчас он тоже и шкурки с них дерет лишь только корм он сам им промышляет а корму на зиму у пастуха запас вот на своих овец к гостям он корм таскает голубит их ласкает к ним за день ходит посту раз и всячески старается привадить убавил корму у своих теперь покамест не до них и со своими ж легче сладить сенца им бросить по клочку а станут приступать так дать им по толчку чтоб менее в глаза совались да только вот беда когда пришла весна то козы дикие все в горы разбежались не по утесам жизнь казалась им грустна свое же стадо захерело и все почти перекалело и мой пастух пошел с умой хотя зимой на барыши в уме рассчитывал прекрасно пастух тебе теперь я молвлю речь чем в диких коз терять свой корм напрасно не лучше ли бы коз домашних поберечь соловьи какой-то птицелов весною наловил по рощам соловьев певцы рассажены по клеткам и запели хоть лучше б по лесам гулять они хотели когда сидишь в тюрьме да песен ли уж тут но делать нечего поют кто с горя кто осколки из них один бедняжка соловей терпел всех боли муки он разлучен с подружкой был своей ему тошнее всех в неволе сквозь слез из клетки он посматривает в поле тоскует день и ночь однако думает зло грусти не помочь безумный плачет лишь до бедства а умный ищет средства как делом горю посовить и кажется беду могу я с шеей сбыть ведь нас не с тем поймали чтобы скушать хозяин вижу я охотник песни слушать так если голосом ему я угожу быть может тем себе награду заслужу и он мою неволю окончает так рассуждал и начал мой певет и песни он зарю вечерню величает и песнями восход от солнечной встречает но что же вышло наконец он только отягчил свою тем злую долю кто худо пел для тех давно хозяин отворил и клетки и окно и распустил их всех на волю а мой бедняжка соловей чем пел приятней и нежней тем стерегли его плотней галик запачканный галик попал в большую честь журн не будет в кухнях месть ему поручены господские кафтаны как видно слуги были пьяны вот развозился мой галик по платью барскому без устали колотит и на кафтанах он как будто рожь молотит и подлинно что труд его велик беда лишь в том что сам он грязен неопряден что ж польза от его труда чем больше чистит он тем только больше пятит бывает столько же вреда когда невежда не в свои дела вплетется и поправлять труды ученого возьмется крестьянин и овца крестьянин позвал в суд овцу он уголовное взвел на бедняжку дело судья лиса оно в минуту закипело запрос ответчику запрос истцу чтобы рассказать по пунктам и без крика как было дело в чем улика крестьянин говорит такого-то числа поутру у меня двух кур не досчитались от них лишь косточки да перышки остались а на дворе одна овца была овца же говорит она всю ночь спала и всех соседей в том в свидетели звала что никогда за ней не знали никакого ни воровства ни плутовства а сверх того она совсем не ест мясного и приговор лисы вот от слова до слова не принимать никак резонов от овцы понеже хоронить концы все плуты ведомо искусны по справке жявствует что в сказанную ночь овца от кур не отлучалась прочь а куры очень вкусны и случай был удобен ей то я сужу по совести моей нельзя чтоб утерпела и кур она не съела и вследствие того казнить овцу и мясо в суд отдать а шкуру взять изцу скупой какой-то дымовой стерег богатый клад зарытый под землей как вдруг ему наряд от демонского воеводы лететь за три девять земель на многие годы а служба такова хоть рад или не рад исполнить должен повеление мой домовой в большом недоумении как без себя сокровище сберечь кому его стеречь нанять смотрителя построить кладовые расходы надобно большие оставить так его так может клад пропасть нельзя ручаться ни за сутки и вырыть могут и украсть на деньги люди чутки хлопочет думает и вздумал наконец хозяин у него был скряга и скупец дух взяв сокровище является к скупому и говорит хозяин дорогой мне в дальние страны показан путь из дому а я всегда доволен был тобой так на прощание в знак приязни мои сокровища принять не откажись пей ешь и веселись и трать их без боязни когда же придет смерть твоя то твой один наследник я вот все мое условие а впрочем да продлит судьба твое здоровье сказал и в путь прошел десяток лет другой исправя службу домовой летит домой в отеческие пределы что ж видит о восторг скупой с ключом в руке от голода и сдох на сундуке и все червонцы целы тут дух опять свой клад себе присвоил и был сердечно рад что сторож для него ни денежки не стоил когда у золота скупой ни ест ни пьет ни домовому ли червонцы бережет вельможа и поэт поэт с вельможию затеял суд и на него просил узевца он управы обоих велено представить для расправы пришли один и то щехут едва одет едва обут другой весь в золоте и с песью весь раздут у милосердися олимпа самодержец тучегонитель громовержец кричит поэт чем я виновен пред тобой что с юности терплю фортуны злой гонения ни ложки ни угла и все мое имение в одном воображении меж тем когда соперник мой без выслуг без ума равно с твоим кумиром в палатах окружен поклонников толпой от роскоши и неги заплыл жиром а это разве ничего что в поздний век твоей достигнут лиры звуки Юпитер отвечал а про него не только правнуки не будут помнить внуки мне сам ли славу ты в удел себе избрал ему ж в пожизненность я благо мира дал но верь коль вещи бы он более понимал если бы с его умом была возможность почувствовать свою перед тобой ничтожность он более б тебя на жребий свой роптал волк и мышонок из стада серый волк в лес овцу затащил в укромный уголок уж разумеется не в гости овечку бедный обжор ободрал и так ее он убирал что на зубах хрустели кости но как не жаден был а съесть всего не мог оставил к ужину запас и подли лег понежиться вздохнуть от жирного обеда вот близкого его соседа мышонка запахом пирушки привлекло межмхов и кочек он тихохонько подкрался схватил кусок мясца и с ним скорее убрался к себе домой в дупло увидя похищение волк мой по лесу поднял вой кричит он караул разбой держите вора разорение расхитили мое имение такое же в городе я видел приключение у климача судьи часишки вор стянул и он кричит на вора караул два мужика здорово кум фаддей здорово кум егор ну каково приятель поживаешь ох кум беды моей что вижу ты не знаешь бог посетил меня я сжег дотла свой двор и по миру пошел с тех пор как так плохая кум игрушка да так о рождестве была у нас пирушка я со свечей пошел дать корм лошадям признаться в голове шумело я как-то заранил на силу спасся сам а двор и все добро сгорело ну ты как ох фаддей худое дело и на меня прогневался знать бог ты видишь я без ног как сам остался жив считаю право дивом я тоже рождестве пошел в ледник за пивом и тоже чересчур признаться я хлебнул с друзьями полугару а чтоб хмелю не сделать мне пожару так я свечу совсем задул он без меня в потьмах так с лестницы толкнул что сделал из меня совсем не человек и вот я с той поры калека пеняете на себя друзья сказал им сват степан коль мол ведь правду я совсем не чту за чудо что ты сожег свой двор а ты на костылях для пьяного и со свечой худо да вред не хуже и в потьмах котенок и скворец в каком-то доме был скворец плохой певец зато уж философ признатный и свел с котенком дружбу он котенок был уж котик произрядный но тихий вежлив измерен вот как-то был в столе котенок обделен бедняжку голод мучит задумчив бродит он скучаючи постом поводит ласково хвостом и жалобно мяучит а философ котенка учит и говорит ему мой друг ты очень прост что терпишь добровольно пост а в клетке над носом твоим висит щегленок я вижу ты прямой котенок но совесть как ты мало знаешь свет поверь что это сущий бред и слабых душ одни лишь предрассудки а для больших умов пустые только шутки на свете кто силен тот делать все вален вот доказательства тебе и вот примеры тут выведя их на свои манеры он философию всю вычерпал одна котенку натощак понравилась она он вытащил и съел щегленка разлакомил кусок такой котенка хотя им голода он удалить не мог однако же второй урок с большим успехом слушал и говорит скворцу спасибо милый кум наставил ты меня на ум и клетку разломав учителя он скушал две собаки дворовый верный пес барбос который барскую усердно службу нес увидел старую свою знакомку жужу кудрявую баллонку на мягкой пуховой подушке на окне к ней ластится как будто бы к родне он с умиления чуть не плачет и под окном визжит верчит хвостом и скачет ну что жужутка как живешь тех пор как господа тебя в хоромы взяли ведь помнишь на дворе мы часто голодали какую службу ты несешь на счастье грех роптать жужутка отвечает мой господин во мне души не чает живу в довольстве и добре и ем и пью на серебре резвлюся с барином а ежели устану валяюсь по коврам и мягкому дивану ты как живешь я отвечал барбос хвост плетью опустя и свой повеся нос живу по прежнему терплю и холод и голод изберегаю чихозайский дом здесь под забором сплю и мокну под дождем а если не в попад залаю то и побои принимаю да чем же ты жужу случай попал бессилен бывший так и мал меж тем как я из кожи рвусь напрасно чем служишь ты чем служишь вот прекрасно с насмешкой отвечал жужу на задних лапках я хожу как счастье многие находят лишь тем что хорошо на задних лапках ходят твоих прелестных песен а мурлыча и от моих ловью и от жару твоим приходом ну как они живут богат ли здешний край великий государь с день к нежитью им рай богам о том мы только и молились чтоб дни твои бесценные продлились а рыбы между тем на сковородке бились да чего же лев спросил скажи ты мне они хвостами так и головами машут о мудрый царь мужик ответствовал они от радости тебя увидя пляшут тут старосту лизунув лев милостиво в грудь еще изволя раз на пляску их взглянуть отправился в дальнейший путь прихожанин есть люди будь лишь им приятель то первые ты у них и гений и писатель зато уже другой как хочешь сладко пой не только чтобы от них похвал тебе дождаться в нем красоты они и чувствовать боятся хоть может быть я тем немного досажу но вместо басни были на это им скажу во храме проповедник он в красноречии платона был наследник прихожан получал на добрые дела речь сладкая как мед из уст его текла в ней правда чистая казалась без искусства как цепью золотой возъемля к небесам все помыслы и чувства сей обличала мир исполненный щитой душ пасты кончил поучение но всяк ему еще внимал и до небес восхищенный в сердечном умилении не чувствовал своих текущих слез когда ж из божьего миряне вышли дому какой приятный дар из слушателей тут сказал один другому какая сладость жар как сильно он влечет к добру сердца народа а у тебя сосед знать черствая природа что на тебе слезинки не видать или ты не понимал ну как не понимать да плакать мне какая стать ведь я не здешнего прихода ворона когда не хочешь быть смешон держися звание в котором ты рожден простолюдин со значью не роднися и если карлой сотворен то великаны не тянися а помни свой ты чаще рост утыкавший себе павлиным перьем хвост ворона с павами пошла гулять спесива и думает что на нее родня и прежние приятели ее все заглядятся как на дива что павам всем она сестра и что пришла ее пора быть украшением юнонина двора какой же вышел плод ее высокомерия что павами она ощипана кругом и что бежав от них едва не кувырком не говоря уж о чужом на ней и своего осталось мало перья она была назад к своим но те совсем заклеванные вороны не узнали ворону вдостоль ощипали и кончились ее затеей тем что от ворон она отстала а к павам не пристала я эту басенку вам былью поясню матрёне дочери купецкой мысль припала чтоб в знатную войти родню приданого за ней полмиллиона вот выдали матрёну за барона что ж вышло новая родня ей колет глаз попреком что она мещанкой родилась а старая за то что к знатным приплелась и сделалась моя матрёна ни пава ни ворона пёстрые овцы лев пёстрых не взлюбил овец их просто бы ему перевести нетрудно но это было бы неправосудно он не на то в лесах носил венец чтоб подданных душить но им давать расправу а видеть пёструю овцу терпения нет как сбыть их изберечь свою на свете славу и вот к себе зовёт медведя он с лесою на совет и им за тайну открывает что видя пёструю овцу он всякий раз глазами целый день страдает и что придёт ему совсем лишиться глаз и как такой беде помочь совсем не знает всесильный лев сказал насупися медведь на что тут много разговоров или без дальних сборов овец передушить кому о них жалеть лиса увидевши что лев нахмурил брови смиренно говорит о царь наш добрый царь ты верно запретишь гнать эту бедну тварь и не прольёшь невинной крови осмелись я совет иной произнести дай повеление ты луга им отвести где был обильный корм для маток и где бы поскакать побегать для ягняток а так как в пастухах у нас здесь недостаток то прикажи овец волкам пасти не знаю как-то мне сдается что рот их сам собой переведется а между тем пускай блаженствуют они и чтоб не сделалось ты будешь в стороне лисицы мнение в совете силу взяло и так удачно в ход пошло что наконец не только пестрых там овец и гладких стало мало какие ж у зверей пошли на это толки что лев бы нехорош да все злодеи волки лев состарившийся могучий лев гроза лесов постигнут старостью лишился силы нет крепости в когтях нет острых тех зубов чем наводил он ужас на врагов и самого едва таскают ноги хилы а что всего больней не только он теперь не страшен для зверей но всяк за старые обиды льва в отмщение на перерыв ему наносит оскорбление то гордый конь его копытом крепким бьет то зубом волк рванет то острым рогом волк поднет лев бедный в горе толь великом сжав сердце терпит все и ждет кончины злой лишь изъявляя ропот свой глухим и томным рыком как видит что осел туда же на ту же грудь сбирается его лягнуть и смотрит место лишь где было побольнее о боги возопил стеная лев тогда чтоб не дожить до этого стыда пошлите лучше мне один конец скорее как смерть моя не зла все легче чем терпеть обиды ото зла лев серна и лиса под дебрям гнался лев за серной уже ее настигал и взором алчным пожирал обед себе в ней сытный верный спастись казалось ей нельзя никак дорогу обоим пересекала враг но серна легкая все силы натянула подобно из лука стреле над пропастью она махнула и стала супротив на каменной скале мой лев остановился на эту пору друг его вблизи случился друг этот был лиса как говорит она с твоим проворством силой уже ли ты уступишь серне хилой лишь пожелай тебе возможны чудеса хоть пропасть широка но если ты захочешь то верно перескочишь поверь же совести и дружбе ты моей не стало бы твоих отваживать я дней когда б не знала и крепости и легкости твоей тут кровь во льве вскипела заиграла он бросился со всех четырех ног однако ж пропасти перескочить не мог стремглав слетел и до смерти убился а что живо сердечный друг он потихоньку во враг спустился и видя что уж льву не лезть и не в услуг не надо боли он на просторе и на воле справлять поминки другу стал и в месяц до костей он друга обглотал белка у льва служила белка не знаю как и чем но дело только в том что служба белкина угодно перед львом а угодить на льва конечно не безделка зато обещан ей орехов целый его обещан между тем все время улетает а белочка моя нередко голодает и скалит перед львом зубки свои сквозь слез посмотрит по лесу то там то сям мелькают ее подружки в вышине она она глаз моргает а они орешки зная себе щелкают да щелкают но наша белочка к орешнику лишь шаг глядит нельзя никак на службу льву ее то кличут то толкают вот белка наконец уж стала и стара и льву наскучила в отставку ей пора отставку белке дали и точно целый воз орехов ей прислали орехи славные каких не видел свет все на отбор орех к ореху чудо одно лишь только худо давно зубов у белки нет щука на щуку подан в суд донос что от нее житья в пруде не стало улик представлен целый воз и виноватую как надлежала на суд в большой лохане принесли судьи невдалеке избирались на ближнем их лугу пасли однако имена в архиве их остались то были два осла две клечи старые да два или три козла для должного ж в порядке дел надзора им придана была лиса за прокурора и слух между народа шел что щука лысеньке снабжала рыбный стол совсем тем не было в судьях лицеприязни и то сказать что щукиных проказ удобство не было закрыть на этот раз так делать нечего пришло писать указ чтоб виноватую предать позорной казни и в страх другим повесить на суку почтенные судьи лиса тут приступила повесить мало я я б ей казнь определила какой не видана у нас здесь на веку чтоб было впредь плутам и страшно и опасно так утопить ее в реке прекрасно кричат судни на том решили все согласно и щуку бросили в реку кукушка и орел орел пожаловал кукушку соловьи кукушка в новом чине усевшись важно на осине таланты в музыке свои выказывать пустилась глядит все прочь летят одни смеются ей а те ее бронят моя кукушка огорчилась и с жалобой на птиц к орлу спешит она помилуй говорит по твоему веленью я соловьем в лесу здесь названа а моему смеяться смеют пенью мой друг орел в ответ я царь но я не бог нельзя мне от беды твоей тебя избавить кукушку соловьем чистить я мог заставить но сделать соловьем кукушки я не мог бритвы знакомцем съехавшись однажды я в дороге с ним вместе на одном ночлеге ночевал поутру чуть лишь я глаза продрал и что же узнаю приятель мой в тревоге вчера заснули мы меж шуток без забот теперь я слушаю приятель стал не тот то вскрикнет он то охнет то вздохнет что сделалось с тобой мой милый я надеюсь не болен ты ох ничего я бреюсь как только тут я встал гляжу проказник мой у зеркала сквозь слез так кисло морщит рожу как будто бы с него содрать сбирались кожу узнавший наконец вину беды такой что диво я сказал ты сам себя тиранишь пожалуй посмотри ведь у тебя не бритвы косари не бриться мучиться а ты только с ними станешь ох братец признаюсь что бритвы очень тупы как этого не знать ведь мы не так уж глупы да острыми то я порезаться боюсь а я мой друг тебя уверить смею что бритвы тупой изрежешься скорей а острую обреешься верней умей владеть лишь ею вам пояснить рассказ мой я готов не так ли многие хоть стыдно им признаться с умом людей боятся и терпят при себе охотней дураков сокол и червяк в вершине дерева за ветку уцепясь червяк на ней качался над червяком сокол по воздуху носясь так с высоты шутил и издевался каких ты бедненький трудов не перенес что ж прибыли что ты высоко так заполз какая у тебя и воля и свобода и с веткой гнешься ты куда велит погода бедненький 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 я здесь я здесь на высоте тем только и держусь что я по счастью цепок бедный богач но но стоит ли богатым быть чтобы вкусно никогда не съесть не спить и только деньги лишь копить да и на что умрем ведь все оставим мы только лишь себя и мучим и бесславим нет если бы мне далось богатство на удел не только бы рубля я б тысяч не жалел чтоб жить роскошно пышно и о моих пирах далеко было слышно я даже делал бы добро другим а богачей скупых на муку жизнь похожа так рассуждал бедняк с собой самим в лачушке низменной на голой лавке лежа как вдруг к нему сквозь щелочку пролез кто говорит колдун кто говорит что бес последние едва ли не вернее из дела будет то виднее предстал и начал так ты хочешь быть богат я слышал для чего служить я другу рад вот кошелек тебе червонец в нем не более но вынешь лишь один уж там готов другой и так приятель мой разбогатеть теперь в твоей лишь воле возьмешь и из него без счета вынимай доколе будешь ты доволен но только знай и стратить одного червонца ты неволен пока в реку не бросишь кошелька сказал и с кошельком оставил бедняка бедняк от радости едва не помешался но лишь опомнился за кошелек принялся и что ж чуть верится ему что то не сон едва червонец вынет он уж кошельке другой червонец шевелится ах пусть лишь до утра мне счастье продлится бедняк мой говорит червонцев я себе повытаскую груду так завтра же богат я буду и заживу как сиборит однако ж поутру он думает другое то правда говорит теперь я стал богат да кто ж добру не рад и почему бы мне не быть богаче вдвое не уж то лень над кошельком еще провести хоть день вот на дом у меня на экипаж на дачу но если накупить могу я деревень не глупо ли когда случай к тому утрачу так удержу чудесный кошелек уж так и быть еще я поговею один денек а впрочем ведь пожить всегда успею ну что ж проходит день неделя месяц год бедняк мой потерял давно в червонцах счет между тем он скудно ест и скудно пьет но чуть лишь день а он опять за ту же работу день кончится и по его расчету ему всегда чего-нибудь не достает лишь кошелек нести сберется то сердце у него сожмется придет к реке воротится опять как можно говорит от кошелька отстать когда мне золото рекою само льется и наконец бедняк мой посидел бедняк мой похудел как золото его бедняк мой пожелтел уж и о пышности он боли не смекает он стал и слабый хил здоровье и покой утратил все но все дрожащей рукой из кошелька червонцы он таскает таскал таскал и чем же кончил он на лавке где своим богатством любовался на той же лавке он скончался досчитывая свой девятый миллион булат булатной саблей острый клинок заброшен был в железный хлам с ним вместе вынесен на рынок и мужику задаром продан там у мужика затея невелики он отыскал тот час в булате прок мужик мой насадил на клинок черенок и стал булатом драть в лесу на лапке вылети а дома запросто лучину им щипать то ветви у плетня то сучья обрубать или обтесывать тычины к огороду но так что не прошло и году как мой булат в зубцах и в ржавчине кругом и дети ездят уж на нем верхом вот еж в избе под лавкой лежа куда и клинок брошен был однажды так булату говорил скажи на что вся жизнь твоя похожа и если про булат так много громкого не ложно говорят не стыдно ли тебе щипать лучину или обтесывать тычину и наконец игрушкой быть ребят в руках в руках бы воина врагам я был ужасен булат ответствует а здесь мой дар напрасен так низким лишь трудом я занят здесь в дому но разве я свободен нет стыдно это не мне а стыдно лишь тому кто не умел понять к чему я годен купец поди-ка брат Андрей куда ты там запал поди сюда скорей да подивуйся дядя торгуй по-моему так будешь не в накладе так в лавке говорил племяннику купец ты знаешь польского сукна конец который у меня так долго залежался за тем что он и стар и подмочен и гнил ведь это я сукно за английское сбыл вот видишь сей лишь час взял за него сотняшку бог волушка послал все это дядя так племянник отвечал да волухи-то я не знаю кто попал вглядись-ка ты ведь взял фальшивую бумажку обманусь обманул купец том дива нет но если кто на свет повыше лавок взглянет увидит что и там на ту же стать идет почти у всех во всем один расчет кого кто лучше проведет и кто кого хитрее обманет пушки и паруса на корабле у пушек с парусами восстала страшная вражда вот пушки выставясь из бортов вон носами роптали так пред небесами о боги видно ли когда чтобы ничтожное холстинное творение равняться в пользах нам имело дерзновение что делают они во весь наш трудный путь лишь только ветер станет дуть они надув спесива грудь как будто важного какого сану несутся гоголем по океану и только тванятся а мы громим в боях не нами царствует корабль наш на морях не мы несем с собой повсюду смерть и страх нет не хотим жить более с парусами со всеми мы без них управимся и сами лети же помоги могущий нам борей и изорви в клочки их поскорей борей послушался летит дохнул и вскоре насупилось и почернело море покрылись тучей тяжелые небеса волы вздымаются и рушатся как горы гром оглушает слух слепит блеск молнии взоры борей ревет и рвет в лоскутье паруса не стало их утихла непогода но что ж корабль без парусов игрушкой стал и ветров и валов и носится он в море как колода а в первой встрече со врагом который вдоль его всем бортом страшно грянул корабль мы не движим стал скоро решетом и с пушками как ключ он кодну канул держава всякая сильна когда устроены в ней все премудрочасти оружием врагам она грозна а паруса гражданские в ней власти осел был у крестьянина осел и так себя казалось смирно вел что мужику нельзя им было нахвалиться а чтобы он в лесу пропасть не мог на шею прицепил мужик ему звонок надулся мой осел столважничать гордиться про ордена конечно он слыхал и думает теперь большой он барин стал но вышел новый чайнослу бедняжке с соком то может не одним ослам служить уроком сказать вам должно наперед во сле немного чести было но до звонка ему все счастливо сходило зайдет ли в рож в овес или в огород наестся досыта и выйдет тихомолком теперь пошло иным все толком куда не сунется мой знатный господин безумолку звенит на шее новый чин глядят хозяин взяв дубину гоняет то соржи то сгрят мою скотину а там сосед во все услыша звук звонка ослу колом ворочает бока но так что бедный наш вельможа до осени зачах и кости у осла остались лишь до кожи и у людей в чинах с плутами та же беда пока чин мал и беден то плут не так еще приметен но важный чин на плуте как звонок звук от него и громок и далек мирон жил в городе богач по имени мирон я имя вставил здесь не с тем чтоб стих наполнить нет этаких людей не худо имя помнить на богача кричат со всех сторон соседи а едва соседи и не правы что будто у него в шкатулке миллион а бедным никогда не даст копейки он кому не хочется нажить хорошей славы чтоб толком о себе другой дать оборот мирон мой распустил в народ что нищих впредь кормить он будет по субботам и подлинно кто не придет к воротам они не заперты никак ахти подумают бедняжка разорился не бойтесь скряга умудрился в субботу с цепи он спускает злых собак и нищему не то чтоб пить или наедаться дай бог здоровому с двора убраться между тем мирон пошел едва не во святых все говорят нельзя мирону надевиться жаль только что собак таких он держит злых и трудно до него добиться а то он рад последним поделиться видать случалось часто мне как доступ нелегок в высокие палаты да только все собаки виноваты мирон иж сами стороне крестьянин и лисица лиса крестьянину однажды говорила скажи кум милый мой чем лошадь от тебя так дружбу заслужила что вижу я она всегда с тобой в довольствие держишь ты ее и в холе в дорогу с нею ты и часто с нею в поле а ведь из всех зверей едва ля она не всех глупей эх кумушка не в разуме тут сила крестьянин отвечал все это суета цель у меня совсем не та мне нужно чтобы она меня возила да чтобы слушалась кнута собака и лошадь у одного крестьянина с лужа собака с лошадью считаться как-то стали вот говорит барбос большая госпожа по мне хоть бы тебя совсем с двора согнали велика вещь возить или пахать об удальстве твоем другого не слыхать и можно ли тебе равняться в чем со мною ни днем ни ночью я не ведаю покою днем стада под моим надзором на лугу а ночью дом я стерегу конечно лошадь отвечала твоя правдива речь однако же когда б я не пахала то нечего б тебе здесь было истеречь филин и осел слепой осел в лесу с дороги сбился он в дальний путь бы опустился но к ночи в чащу так забрел мой сумасброд что двинуться не мог ни взад он ни вперед и зря чему бы тут не выйти из хлопот но филин в близости по случаю случился и взялся быть ослу проводником все знают филины как ночью зорки стремнины рвы бугры пригорки все это различал мой филин будто днем и к утру выбрался на ровный путь с ослом ну как с проводником таким расстаться вот просит филина осел чтоб с ним остаться и вздумал и зайти он с филином весь свет мой филин господином уселся на хребте ослином и стали путь держать счастливо только нет лишь солнце на небе поутру заиграло у филина в глазах темнее ночи стало однако шилин мой упрям ослу советует и вкос и впрям остерегись кричит направо будем в луже но лужи не было а влево вышло хуже еще левей возьми еще левей шаг и бух осел и с филином в овраг змея змея юпитера просила чтоб голос дать ей соловья а то уж говорит мне жизнь моя постыла куда не покажуся я то все меня дичатся кто послабей а кто меня сильней дай бог от тех живой убраться нет жизни этакой я боли не снесу а если б соловьем запела я в лесу то возбудя бы удивление снискала бы любовь и может быть почтение и стала бы душой веселых я бесед исполнил юпитер змеи прошение шипение гнусного пропал луней след на дерево вползя змея на нем засела прекрасным соловьем змея моя запела и стая была птиц отсюда к ней подсела но возресь сев певца сев дерево дождем кому понравится такой прием ужли вам голос мой противен в досаде говорит змея нет отвечал скворец он звучен дивен поешь конечно ты не хуже соловья но признаюсь в нас сердце задрожало когда увидели твое мы жало нам страшно вместе быть с тобой и так скажу тебе не для досады твоих мы песен слушать рады да только ты от нас подали пой волк и кот волк из лесу в деревню забежал не в гости но живот спасая за шкуру он свою дрожал охотники за ним гнались и гончик стая он рад бы в первое тут шмыгнуть ворота да то лишь горе что все ворота на запоре вот видит волк мой на заборе кота и молит васенька друг мой скажи скорее кто здесь из мужиков добрее чтобы укрыть меня от злых моих врагов ты слышал лай собак и страшный звук врагов все это ведь за мной проси скорее Степана мужик придобрый он кот Васька говорит да так да у него я ободрал барана ну попытайся ж у Демьяна боюсь что на меня и он сердит я у него унес козленка беги вон там живет Трофим к Трофиму нет боюсь и встретиться я с ним он на меня с весны грозится за ягненка ну плохо ж ну а вось тебя укроет Клим ох Вася у него зарезал я теленка что вижу кум ты всем в деревне насолил сказал тут Васька волк какой ж ты себе защиту здесь сулил нет в наших мужиках не столько молотолку чтоб на свою беду тебя спасли они и правы сам себя вини что ты посеял то и жни лещи в саду у барина в пруде в прекрасной ключевой воде лещи водились станицами они у берегу резвились и золотые дни казалось им катились как вдруг к ним барин напустить велел с полсотни щук помилуй говорит его то слыша друг помилуй что ты затеваешь какого ждать от щук добра ведь не останется лещей здесь ни пера и жадности ты щук не знаешь не трать своих речей боярин отвечал с улыбкой все знаю да только ведать я желаю с чего ты взял что я охотник да лещей водопад и ручей кипящий водопад свергаяся со скал целебному ключу с надменности сказал который под горой едва лишь был приметен но силой славился лечебной своей не странно лето ты так мал водой так беден а у тебя всегда премножество гостей не мудрено коль мне приходит кто девица к тебе зачем идут лечиться смиренно прожурчал ручей лев когда уж лев стал хил и стар то жесткая ему постеля надоела в ней больные костя она ж его не грела и вот взывает он к себе своих бояр медведей волкол пушистых и косматых и говорит друзья для старика постель моя уж чересчур жестка так как бы ни тягча ни бедных ни богатых мне шерсти пособрать чтоб не на голых камнях спать светлейший лев ответствует вельможи кто станет для тебя жалеть своей не только шерсти кожи и мало ли у нас мохнатых здесь зверей олени серны козы лани они почти не платят дани набрать с них шерсти поскорей от этого их не убудет напротив им же легче будет и тотчас выполнен совет премудрый сей лев не нахвалится усердием друзей но в чем же то они усердие явили тем что бедняжек захватили и дочисто обрили а сами вдвое хоть богаче шерстью были не поступили своим неволоском напротив всякий из них кто близко тут случился из той же дани поживился и на зиму себе запасся тюфяком пастух у савы пастуха он барских пас овец вдруг убывать овечки стали наш молодец в кручине и печали всем плачется и распускает толк что страшный показался волк что начал он овец таскать из стада и беспощадно их дерет и не диковина твердит народ какая от волков овцам пощада вот волк остались теричи но отчего ж у савушки в печи то щи с бараниной то бок бараньи с кашей из поваренок за грехи в деревню он был сослан в пастухи так кухня у него немножко схожа с нашей за волком поиски клянет его весь свет обшарили весь лес а волка следу нет друзья пустой ваш труд на волка только слава а ест овец-то савва белка в деревне в праздник под окном помещичьи хором народ толпился на белку в колесе зевал он и дивился вблизи с березой и дивился тоже дрозд так бегала она что лапки лишь мелькали и раздувался пышный хвост землячка старая спросил тут дрозд нельзя ли сказать что делаешь ты здесь ох милый друг тружусь день весь я по делам гонцом у барина большого но некогда ни пить ни есть ни даже духу перевесть и белка в колесе бежать пустилась снова да улетая дрозд сказал то ясно мне что ты бежишь а все на том же ты окне посмотришь на дельца иного хлопочет мечется ему дивятся все он кажется из кожи рвется да только все вперед не подается как белка в колесе мыши сестрица знаешь ли беда на корабле мышь-мыши говорила ведь оказалось течь внизу у нас вода чуть не хватило до самого мне рыла а правда так она лишь лапки замочила и что диковинки наш капитан или с похмелья или пьян матросы все один ленивее другого ну словом нет порядку никакого сейчас кричала я во весь народ что кодну наш корабль идет куда никто и ухом не ведет как будто б ложная распускала весть а ясно только в трюм лишь стоит взглянуть что кораблю часа не дотянуть сестрица неужели нам гибнуть с ними вместе пойдем же кинемся скорее с корабля а вось недалеко земля тут в океан мои затейницы спрыгнули и утонули а наш корабль рукой искусною владим достигнул пристани и цел и невредим теперь пойдут вопросы а что же капитаны течь и что матросы течь слабая и та в минуту унята а остальное клевета лиса лиса хотя десятка два оставить но до людей домой убраться поскорей да как испортить хвост а хвост такой пушистый раскидистый и золотистый нет лучше подождать ведь спит еще народ а между тем авось и оттепель придет так хвост от проруби оттает вот ждет пождет а хвост лишь боля примерзает глядит и день светает народ шевелится и слышны голоса тут бедная моя лиса туда-сюда метаться но уж от проруби не может оторваться по счастью волк бежит друг милый кум отец кричит лиса спаси пришел совсем конец вот кум остановился и в спасенье лисы вступился прием его был очень прост он начисто отгрыз ей хвост тут без хвоста домой моя пустилась дура уж радая что на ней цела осталась шкура мне кажется что смысл не темен басни сей щепотки волосков лиса не пожалей остался б хвост у волки и овцы овечкам от волков совсем житья не стало и до того что наконец правительство зверей благие меры взяло вступиться в спасенье овец и учрежден совет на сей конец большая часть в нем правда были волки но не о всех волках ведь злые толки видали и таких волков и многократ примеры эти незабыты которые ходили близко стад смирнехонько когда бывали сыты так почему же волкам в совете не быть хоть надо б на овец оборонить но и волков не вовсе притеснить вот заседание в глухом лесу открыли судили думали рядили и наконец придумали закон вот вам от слова в слово он как скоро волк у стада забуянит и обижать он овцу станет то волка тут властна овца не разбираючи лица схватить за шиворот и в суд тотчас представить соседний лес или вбор в законе нечего прибавить не убавить да только я видал до этих пор хоть говорят волкам и не спускают что будь овца ответчик или истец а только волки все-таки овец в леса таскают крестьянин и собака у мужика большого эконома хозяина зажиточного дома собака нанялась и двор стеречь и хлебы печь и сверх того полоть и поливать рассаду как какой какой выдумал он вздор читатель говорит тут нет ни складу ни ладу пускай быстрей че уж двор да видов чтоб где собаки хлеб пекали или рассаду поливали читатель я бы был неправ кругом когда сказал бы да да дело здесь не в том а в том что наш барбос за все за это взялся и вымолвил себе он плату за троих барбосу хорошо что нужды до других хозяин между тем на ярмарку собрался поехал погулял приехал и назад посмотрит жизни стал не рад и рвет и мечет он с досады ни хлеба дома ни рассады а сверх того к нему на двор залез и клеть его обкрал на чисто вор вот на барбоса тут посыпалось ругание но у него на все готово оправдание он за рассадою печь хлеб никак не мог рассадник от того лишь только не удался что сторожа вокруг двора он стал без ног а вора он затем не устерег что хлебы печь тогда сбирался два мальчика синюша знаешь ли пока мест как баранов опять нас не погнали в класс пойдем-ка донорвем саду себе каштанов нет федя те каштаны не про нас хоть кажется они и недалеко ты знаешь ведь как дерево высок тебе ни мне туда не влезть и нам каштанов тех не есть и милой да на что ж догадка где силой взять нельзя там надобна ухватка я все придумал погоди на ближний сук меня лишь подсади а там мы сами умудримся и досыта каштанов наедимся вот к дереву друзья со всех несутся ног тут Сеня помогать товарищу принялся пыхтел весь потом обливался и Федя наконец скарабкаться помог взобрался Федя на приволье как мышки в закроме вверху ему раздолье каштанов там не только всех не съесть не перечесть найдется чем и поживиться и с другом поделиться что ж Сеня оттого прибыток вышел мал он бедный на низу облизывал лишь губки Федюша сам вверху каштаны убирал а другу с дерева бросал огни скорлупки видал Федюш на свете я которым их друзья скарабкаться наверх усердно помогали а после уж от них скорлупки не видали разбойник и извозчик в кустарнике залегшую дороги разбойник под вечер добычи нажидал и как медведь голодный из берлоги угрюмо даль он озирал посмотрит грузный воз катит как вал ого разбойник мой тут шепчет знать товаром на ярмарку чай все сукно комки парчи кручина не зевай тут будет на харчи не пропадет сегодня день мой даром меж тем подъехал воз кричит разбойник стой и на извозчика бросается в дубину дали схватился он не 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 дитиной извозчик малый удалой злодея встретил мостовиной стал за добро свое горой и моему герою пришлось обрать поживу сбою и долог и жесток был бой на этот раз разгойник с дюжиной зубов не досчитался да перешиблена рука да выбит глаз но победителем однако ж он остался убил извозчика злодей убил и к добыче скорей что же он завоевал воз целый пузырей как много из пустого на свете делают преступного и злого лев и мышь у льва просила мышь смиренно позволения поблизости его в дупле за весь селение и так примолвила хотя я здесь в лесах ты могуч и славен хоть силе льву никто не равен и рев один его на всех наводит страх но будущее кто угадывать возьмется как знать кому в ком нужда доведется и как я не мала кажусь а может быть подчас тебе и пригожусь ты скрипнул лев ты жалкое создание за эти дерзкие слова ты стоишь смерти в наказание прочь прочь от цель пока жива или твоего не будет праху тут мышка бедная не вспомнись от страху со всех пустилась ног простыл ей след льву даром не прошла однако ж гордость эта отправясь искать добычи на обед попался он в тене то без пользы сила в нем напрасен рев и стон как он не рвался не метался но все добычу охотника остался и в клетке на показ народу увезен про мышку бедную тут поздно вспомнил он чтобы помочь она ему сумела что сеть бы от ее зубов не уцелела и что его своя кичливость съела читатель истину любя примовлю к басне я и то нет себя не попусту в народе говорится не плюй в колодезь пригодится воды напиться кукушка и петух как милый петушок поешь ты громко важно а ты кукушечка мой свет так тянешь плавно и протяжно во всем лесу нас такой певицы нет тебя мой куманек век слушать я готова а ты красавица божусь лишь только замолчишь то жду я не дождусь чтоб начала ты снова отколь такой берется голосок и чист и нежен и высок да вы уж родом так собою не велички а песни что твой соловей спасибо кум зато по совести моей поешь ты лучше райской птички на всех славясь в этом я тут воробей случаясь примолвиваем друзья хоть вы охрипните хваля друг дружку все ваша музыка плоха за что же не боясь греха кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку вельможа какой-то в древности вельможа с богато убранного ложа отправился в страну где царствует плутон сказать простее умер и так как старь велось в аду на суд явился тотчас допрос ему чем был ты где родился родился в персии а чином был сатрап но так как живучи я был здоровьем слаб то сам я областью не правил а все дела секретарю оставил что сделал ты пил ел и спал да все подписывал что он не подавал скорее же в рай его как где же справедливость меркурий тут скричал забывший всю учтивость эх братец отвечал эак не знаешь дела ты никак не видишь разве ты покойник был дурак что если бы с такой властью взялся он за дела к несчастью ведь погубил бы целый край и ты там слез не обобрался затем ты попал он в рай что за дела не принимался вчера я был в суде и видел там судью но так и кажется что быть ему в раю стыдливый игрок случалось некогда мне быть в шумливом мире сказать ясней мне быть случалось астрактире хотя немного там увидеть нельзя добра однако тут велась изрядная игра из всех других поудалее один был рослый молодец без путства был он образец и карты ставил он и гнул смелее и вдруг спустил все деньги с рук спустил а на кредит никто ему не верит хоть кажется в божбе герой не лицемерит озлился мой болван и карту с транспортом поставил на кафтан гляжу через час герой остался мой в камзоле как пень на чистом поле когда к нему пришел от батюшки посол и говорит отец совсем твой умирает с тобой проститься он желает и приказал к себе просить скажи ему сказал мой фаля что здесь бубновая сразила меня краля так он ко мне сам может быть ему сюда прийти немало не обидно а мне по улице идти без сапогов без платья шляпы и чулков ужасно стыдно судьба игроков вчера приятеля в карете видел я бедняк приятель мой я очень удивился чем столько он разжился а он поведал мне всю правду не тая что картами себе именье он доставил и выше всех наук игру картежную ставил сегодня пешком попался мне мой друг конечно я сказал спустил уж ты все с рук а он как философ гласил в своем ответе ты знаешь колесом вертится все на свете лев и человек быть сильным хорошо быть умным лучше вдвое кто веры этому не имет тот ясный здесь примерно идет что сила без ума сокровище плохое раскинувши тенета меж дерев ловец добычи дожидался но как-то оплошав сам в лапы льву попался умри презренно тварь взревел свирепый лев разинув на него свой зев посмотрим где твои права где сила твердость покоем ты в тщеславии своем всей твари даже льва быть хвалишься царем и у меня в когтях мы разберем с размерной с крепостью твоей такая гордость не сила разум нам над вами верь дает был человека льву ответ и я хвалиться смею что я с умением то препятство одолею от коего и с силой может быть ты должен будешь отступить о вашем хвостовстве устал я сказки слушать не в сказках доказать я делом то смогу а впрочем ежели солгу то ты ищи меня и после можешь скушать вот посмотри между деревьев сих трудов моих раскинута ты видишь паутин кто лучше сквозь нее из нас пройдет коль хочешь я пролезу наперед а там посмотрим как из силы в свой черед проскочишь ты ко мне наполовину ты видишь эта сеть не каменная стена малейшим ветерком колеблется она однако силой одною ты прямо сквозь нее едва пройдешь за мною с презрением тенета обозрев ступай туда сказал надменно лев вмиг буду я к тебе дорогою прямую тут мой ловец не тратя лишних слов нырнул под сеть и льва принять готов как из лукострева лев вслед за ним пустился но лев подныровать под сети не учился он в сеть ударился но сети не прошиб запутался ловец тут кончил спор и дело искусство силу одолело и бедный лев погиб пир в голодный год чтобы утешить мир затеял лев богатый пир разосланы гонцы и скороходы зовут гостей зверей и малой и большой породы назов со всех сторон стекаются ко льву как отказать такому зву пир дело доброе и не в голодные годы вот прикрылись туда ж сурок лиса и крот да только часом опоздали и за столом гостей застали у кумушки лисы хлопот на ту беду случился полон рот сурок не хуже вас он передавит и так когда не хочется домой вам натощак так оставайтесь у порога вы сыты будете и это слава богу места не ваши впереди их берегут зверям лишь крупного покроя а кто из мелочи не хочет кушать стоя то дома у себя сиди не хочет Субтитры создавал DimaTorzok